Начинаем, начинаем, начинаем. Добрый день, все любители и знатоки шашек. Сегодня мне будет помогать Алексей Домчев. Алексей, привет. Добрый вечер. Так, но я вижу самая главная новость, что уже стрим в эфире, потому что тут непонятно было. Вроде бы все нормально. Десять зрителей уже, ничего себе. Алексей, смотри на тебя, сколько пришло. Это приятно. Так, друзья, вроде бы Алексея видно, меня вроде бы и видно. Лидрафт вроде бы и видно. Алексей, ну давай тогда, может ты расскажи, что сегодня будет происходить, я проверю последние настроечки. Да, значит, сегодня мы будем смотреть за матчем, наверное, так это назовем, не встречей, а матчем двух молодых талантов. Значит, сегодня играет Дарина Масиенко из Украины и Себастьян Мичорок из Польши. Действительно молодые, значит, насколько я помню, Себастьян на один год старше, он 2004 года рождения, а Дарина 2005 года. И вот сейчас Иван выявил на экран участников, постарше, так скажем, там все игроки, а вот Дарина и Себастьян одни из самых молодых, и вот они, значит, пробились через квалификацию вот в эти стыковые матчи. Так что они молодцы. Ну вот перед вами, кстати, тут еще есть отборочная таблица, вот очки, которые они набирали в турнирах. Дарина всех трех сыграла, и Себастьян в трех, в принципе, ровно провели. Вот в обоих был второй хороший результат, второй атак, в принципе, тоже хороший, который был особо выдающийся. И Дарина заняла, получается, третье место, а Себастьян восьмое, кроме трех. Ну, короче, какая-то система очень сложная, я уже сам запутался в ней восемь раз. Но попали друг на друга, как-то так получилось. Угу. Так, время 59 минут, сейчас будем начинать. Сегодня играют с камерами, я вот Алексею показывал, показывал, как это выглядит. К сожалению, на стрим мы не имеем возможности вывести, потому что у Дарины ничего, кроме, ну, только Zoom и Skype у нее работает. Вот эта джитсия не работает у нее, и так, уже начали играть. Угу. И, а Zoom я не нашел, как выводить на стрим, по-моему, там и не так просто, какая-то секретная технология. Так, Алексей, ну что тут происходит? К сожалению, не видел я начальные ходы, с какого дебюта, а, 35-30 даже, а кто у нас играет белыми? Дарина играет белыми. Смело. Настроена решительно она сегодня. Ну что, значит, не дала связать себе, поставила колу. Дарина – это моя ученица, в данный момент я ей помогаю. И она во всех отборочных турнирах тоже 35-30 всегда ходила белыми. Конечно, Себастьян готовился. Но, в принципе, ничего пока сверхъестественного не подготовил. Могло быть хуже, скажем так. Все-таки 35-30 при должной подготовке есть где там поднести сюрприз, скажем так. Ну да, сейчас такая уже получилась позиция. Понятно, что у белых тут все в порядке, в комбезопасности они будут постепенно управляться в центре, а черным надо что-то такое выдумывать, какие-то перехваты готовить. 21-26 может несколько пришли временно. Не знаю, я бы не уходил сразу на борт, но посмотрим. Ну, план такой, можно было, конечно, настраивать. Да, я бы настраивала. Вот, в кулачок, там 11-17, 6-11, а там уже видно будет. Так, дорогие зрители, пожалуйста, очень важно. 15 человек нас смотрит, пожалуйста, напишите, как видно, как слышно, какие-то пожелания, может, что-то я забыл вывести еще. Очень хотели мы, конечно, вывести игроков тоже на стрим, но я сейчас, кстати, посмотрю на польском стриме, что происходит. Может, там покажу вам, как, может, Себастьяна вывели там. Ну, по-моему, да, вот, смотри, Алексей, так совсем не знаю, сейчас видно или не видно. Угу. Ну, Себастьяна выведена, а Дарина только фото. Сейчас я просто не знаю, зрители сейчас видят это или нет. Да. Ну, вот Себастьяна можно видеть перед вашими глазами. Я не знаю, как бы, не должен ли он случайно мышку в одной из рук держать. Но вроде бы это он. Ну, да, вообще-то интересно. Как это делают ходы? Самое беспалевное, палево. А, вот он. Правая рука ушла. Ну, хорошо, так, тут я паузу нажимаю, буду смотреть. Ну, Дарину, я не знаю, все-таки может, сейчас, подожди, можно рискнуть. Ну, я просто боюсь, что потом она не вернется. Ну, по-моему, все равно не выведется. Я вот вижу сейчас, Дарина у нас сидит, думает. Алексей тоже видел. Так, ну, смотрите, в польском чате, кстати, какое оживление. Там тоже смотрят 15 человек их. Ну, как они пишут в чате, друзья? Давайте как-то это будем наверстывать. Привет комментаторам, пишет Иван Трофимов. Ну, привет, Иван. Привет, Иван. Так, ну, от Себастьяна, я так понимаю, импровизация какая-то. Странно, конечно. Я думал, он хорошо подготовится. Вообще, Алексей, что ты можешь про Себастьяна сказать? Это такая неожиданно взошедшая звезда, очень... Он действительно так, как метеор, он промелькнул и стал известным. Вот он в этом... Нет. Да, в этом году. В этом году он выиграл турнир в Праге. При всем при том, что в этом году турниров-то по понятным причинам мощных практически не было. Но в Праге все-таки провели. Ну, правда, не летом, как обычно. А перенесли на осень. Но осенью как-то там исхитрились. Провести в период, когда немножко коронавирус как-то отхлынул. И Себастьян там совершенно неожиданно обошел когорту голландцев. И в последнем туре выскочил там с пятого где-то места на первое. В общем, выиграл международный турнир. Обыграл он Киса Тайсона там на красивую комбинацию, подловил. Да. Но проиграл... Кому забыл фамилию, Алексей, не помнишь? Голландца. Я не помню, к сожалению. Да, он одну проиграл. Это серьезный дядя на фотографии. Чуть-чуть, я забыл фамилию. Ну, выиграл больше. А первый раз он о себе заявил в прошлом году турнир в Польше. Где он тоже... По-моему, он ни одной там не проиграл партии. Имел в течение турнира 5 или 6 международных гроссмейстеров. И успешно со всеми не проигрывал. В общем, уже тогда он стал известен. А вот в этом году крупный успех. Ну, выигрыш международного турнира – это что-то дозначит. Ну, да. Такой очень цепкий в защите. Практически невозможно пробить его. И хорошо видит комбинация. То, что я отметил. Да, да. Конечно, польские игроки – они все тактики. Но вот цепкость в защите – это такое важное качество, важное умение. И вот Себастьян в свои юные 16 лет – это такая заявочка на то, что может действительно вырасти у очень сильного игрока. Ну, и заметил я также, что довольно принципиальный дебют он играет. Сейчас, может, этого не видно. Но вообще, вот Келлера за белых он любит играть. С сильными игроками тоже. То есть, я думаю, это правильно. Так, по позиции давали тебе. Вот что-то не нравится на 34-29 ход. Да, 34-29. В таком типе позиции на 29 ходить не надо. Лучше это поле держать свободным. Чтобы, ну, так называемый открытый кол. А сейчас кол становится закрытым. Да, вот 14-20. И, ну, не скажу, что уж тут белые совсем получили какие-то очень большие проблемы. Но не надо было на 29 ходить. Это такая стратегическая неточность. Ну, кстати, 14-20, по-моему, это ошибочка. Лучше было 11-17. И тогда 37-32, ну, на нападение нельзя было бы 32-27. Я не знаю, правда, как это показывать все. Ну, и за размен на 18-22 и потом шашку забирать. А сейчас, в принципе, 37-32 можно, да? Ну, да, я согласен с тобой. Да, 14-20 можно было не торопиться. Ведь, там, после 11-17 на 20 меняться все равно нельзя белым. То есть, как бы, не обязательно было эту форточку закрывать именно в данный момент черным. Действительно, более важно на другом фланге, там, начать проявлять активность черным. Так, вот это уже в стиле Дорины строго. Ну, скажи, вот, Алексей, вот, мне кажется, все-таки такие партии интереснее смотреть, чем, ну, грубо говоря, какой-нибудь там Шварцман, Гетманский, где, ну, как бы, вообще непонятно, будет что-то интересное или не будет. Ну, да, может быть, пожалуй, соглашусь с тобой. Во всяком случае, в партии Шварцман-Гетманский 35-30 на первом ходу небольшая вероятность увидеть. Трусы. Ну, ничего, ничего. Будем вводить в практику. Я, кстати, тоже ходил весь время 35-30 и в первом турнире, во втором, который выбрал, и со Шварцманом тоже пошел. И нормально. Ну, правда, вроде бы было проехано там в какой-то момент. Но я, честно говоря, в дебюте ошибся. Думал, что все знаю, но вот в чем хорошо протестировать сильными игроками, они тебе могут за одну партию показать то, что ты не знаешь. Даже как каким-то непостижимым образом все это прочувствовать. Так, ну и что мы имеем? Теперь 31-27 на 28, я думаю. Ну, может, не знаю, может, пока 40-34 пойти. Ну, я вот не знаю, может быть, и мы не будем ходить 40-34, может быть, пока вывести те шашки. Кстати, опять пошел 11-17, он был, допустим, план, ну, я не знаю, немножко рискованно, конечно, вывести 10-14, чтобы на 31-27, 1-6 и 18-22 поменяться. Да, можно, но я думаю, что нет, это, наверное, не самый страшный для белых план. Так, что-то я начинаю нервничать уже, что меня трясет. Обычно Дарина где-то ходу на 15-м вторгается на 23-м. Тут она по обсопережениям графика идет. Ну, может, она сейчас действительно два раза вперед поменяется. Раз и два потом. Вот и Алекс Ви пишет, 10-4 было не лучше, ну, тут трудно сказать. Так, я вижу такую комбинацию, да, вот, сейчас, если был бы ход 10-14 уже сделан, да, то проходила в комбинации 14-19, 26-31, 17-22 и 18-23. Да. Ну, пока что все чисто, спокойно. Сейчас, наверное, за черных мы вправе ожидать какого-нибудь даже 16-21. И потом 18-22, если на размен, то 18-22? Да, да, как-то. Ведь у белых левый фланг ослабляется неизбежно. Вот уже один размен, белый, ну, вынуждены как бы провели, развивали этот фланг надо. Сейчас, наверное, второй последует, и фланг становится несколько ослабленным, поэтому черным, естественно, логично нажим на этот фланг начинать готовить. Кстати, хорошо, что они пошли в белые 43-4, потому что теперь было бы 18-22 и атака. Правильно я говорю? Ну, да, но просто если бы пошли в белые 44-34, то черные тоже должны были бы какой-то ход сделать, и что-то сдвинуть, или седьмую шашку, или первую, уже не было бы там возможности у черных так с удобством поменяться. Ну, да, наверное, соглашусь с тобой, что лучше пусть шашка стоит на 40, а не на 34, пусть будет одна лишняя защита. Так, ну, вот эту коварную комбинацию Себастьян подцепил. Да, он строит, ну, Дарина поменяется, конечно, на 32, а может, кстати, и на 31, чтобы потом перевести шашки 38-43 на левую сторону. Тут вот после размена 36-31, там даже не факт, куда лучше бить на 32 или на 31. Вроде как на 32 в центр, но на 31 тоже имеет смысл. Ну, мне кажется, все до уровня Гроссмейстера бьют на 32, и они думают, так что вряд ли мы там увидим сейчас какой-то бой на 31. Или Дарина не хочет вообще меняться, может, она хочет 41-37 пойти? Думаю, что она любит меняться, да, и меняется. 32. Ну, тренер чувствует свою ученицу, правильно, Иван предсказал. Я объяснял, да, что шашки игра простая, надо просто меняться вперед, и все. Особенно, ты не играл, Алексей, есть вот тут на Allidraft турниры Breakthrough называется. То есть, кто первую дамку поставил, то ты выиграл. Не играл. Прорыв, так называемый, да? Нет, не играл. В такие взащрения я не играю. Мне нравится, то есть, там ничьи, понятное дело, ну, быть не может, если только соперники не согласятся. И там просто вот так вот, как Дарина, вот туда вот ходишь, и как-нибудь до первой проходишь, даже не надо думать. Я иногда своим ученикам, своим детям, вот, чтобы побаловаться, вот, да, им предлагаю играть, вот, в так называемый прорыв выигрывает кто-то, первый прошел дамки. Не важно, хоть ты там без пяти шашек, но если ты первый поставил дамку, ты победил. Так, 16-21, вот, видите, я тоже что-то немножко чувствую. Ну, кстати, если 42-37, то нельзя же 18-22, из-за 24-19-23. Нельзя. Да. Ну, то есть, я думаю, сейчас белым логично пойти 42-37, черным, наверное, как-то сюда, белым как-то сюда. И будет ход черных. Ну, они-то могут 1-7, допустим. Так, вот, в принципе, я доволен дебютом, как Дарина разыграла, все, ну, как они оба разыграли, что получилось. Единственное, по времени, конечно, очень непривычно, потому что, все-таки, нету сейчас возможности наигрывать полноценно вот эти длинные партии. Несмотря на карантинную в школе нагрузка большая, у Дарины тоже, не знаю, к Себастьяну. Так, что-то я волнуюсь уже, капец. Так, ну, Себастьян, видимо, ограничился одной камерой, а у Дарина две камеры есть, видит, сзади еще, со спиной, так скажем. Но я Алексею показывал. Так, 42-37. Ну, 18-22 нельзя, про то, что Иван и говорил, ну, наверное, 7-11. Или, может, даже 21-26 сразу. Ну, я бы 7-11 пошел. Я бы тоже. 7-11, 11-16, наверное, надо. Ну, или 7-11, 11-16. Ну, конечно, 11-16 может тоже не пригодится. Там, да, там вот неясно, нужно ли строить эту колонку, чтобы на 22 меняться, или все-таки нужно просто там наваливаться на 26-21. Ну, 7-11 в любом случае, вот, полезный. Ну, да, 21-26 как-то у белых даже есть просто возможность 37-31 разменяться. Так, зрители сейчас дорогие, я сейчас смотрю столько сотни окон. Смотрю, что вы пишете. Вы ничего не пишете. 21-27 поменялся. Ну, этот размен мне как-то не очень идейно выглядит. А, хотя я понял, наверное, его коварную идею. Он на 38-32 хочет такую комбочку провести, да? Ага. То есть нельзя теперь 38-32 из-за комбинации. Раз. И два. И три. Ну, хорошо. Ну, а что, нельзя, например, перевести шашку 46 на 36, а потом уже 38-32? Ну, скорее всего, не придется даже переводить. То есть, я думаю, если 46-41 пойти, он поменяется 18-20. А, все равно нельзя 38-32, да? Угу. А может, он действительно хочет сейчас поменяться 18-22, потом 13-19 и там эту шашку на 22 забрать? Ну, не знаю. Ну, если он сейчас... Не думаю. Если 18-22, то 33-28. А что, если сейчас 43-4 пойти вообще? Да, чтобы вообще эти размены 18-22, вообще даже идею похоронить. Да. Пожалуй, что 40-34 сейчас самое время. Кстати, если мы пойдем в 43-4, а потом в 45-40, мы же тоже будем там чем-то разить. Да, да. В общем, 40-34, Дарина. 40-34, давай. Ничего не бойся. Пора уже атаковать. Ну, волнуйся, наверное, тоже. Она сейчас глянем, что там. Жалко, что я не могу вам ее показать. Тоже она сидит, мышка. Короче, молодежь как-то управляет мышкой без рук. Вот, потянулась к мышке. Ответственный момент, кстати, сейчас. Просто если будет сделан ход 40-34, мне кажется, уже инициатива прочно переходит к биом. А вот если не будет ход этот сделан, то тогда пойдет партия по-другому. Да, все-таки пошла. Молодец. Все сделал, молодец. Теперь единственное, только как-то время выправить, потому что уж очень большая фора. Да. Вот я, зачем, я волнуюсь, что непривычно чуть-чуть. Это вот формат 15 плюс 5. И вроде бы такой турнир, это там не какой-то чемпионат мира, что надо прям готовиться. Ну, плюс, опять же говорю, сейчас тоже возможности у всех ограничены. Так, ну что тут первым... Ну, черных практически единственный ход 1-6, потому что 18-22 просто нельзя, 7-11 там белые могут поменяться, например. То есть, как бы вообще вся тогда идея черных нарушается. Да, ну как бы, уже как бы, нельзя же, надо же играть принципиально. Поэтому 1-6. Ну, как раз Себастьян-то не такой, что он может и попроще сыграть, не обязательно принципиально ему играть. Ну, в 1-6 он сохраняет же вот эти все идеи 18-22. Поэтому, конечно, 1-6 вроде получше. Ну, и Дарина зато, я думаю, если она все эти комбинации увидела, то следующий ход 45-40 тоже быстро пойдет. Да. То есть, например, сейчас будет 1-6, 45-40, нет, 7-11. Да, вижу, он позволяет проводить размен. Или не заметил его, я, кстати, тоже не видел. Ну, Дарина никогда такие размены не проводит. Ну, в принципе, вполне, если ничего у меня такого зазорного нет, там у белых получше. Ну, как-то они к центру ближе стоят. Ну, конечно, можно не проводить, понятно. У нас обычно тренировки, ну, так проходят, она как-то сыграет, конечно. Я говорю, ну, я не такой крутой, как ты, я бы тут мог поменяться. И вот в таком ключе. Ну, под конец она уже начинает прислушиваться. То есть, когда ее там где-нибудь зажали наконец-то, я говорю, ну, видишь, я говорил, я не крутой, я зато вот не попадаю в такие ситуации, тогда только она прислушивается. Ну, это нечасто бывает. То есть, обычно удается извернуться и говорить, я все равно еще раз так пойду. Вот. Ну, я как бы уже бессильный. Да. Знакомая, да. Женская логика, да. Знакомая вещь. Так, ну, 45-40. Так, 45-40. Ну, там после 45-40 единственное нужно сказать, что... А, ну, смотри, все-таки Дарина. Так, а что тут получается? Две отдаем, три бьем. Потом у нас лишние две. Ну, тут устойчивый перевес. Я пробовал. Ну, да, ну, конечно, приятнее. У белых. Потом 46-ю подтянули, на 28-ю прошли. Так, ну, что тут думать? Не знаю, что тут думать, действительно. Зачем терять секунды? Ну, вот, Себастьян как раз из тех, что тут очень будет аккуратно защищаться. Сейчас, наверное, 8-12, потом, наверное, 1-7, чтобы белые как-то не могли на 28 пойти. Но белые, наверное, нужно вот следующими ходами, там, не делать никаких лишних ходов, сразу пойти. 33-28, 39-33, 44-39 перебросить. Шашки идеально. Ну, а может, 33-28 и сразу ее поменять? Может, сразу. Может, и сразу. Просто другое дело, что, может, ее не стоит менять, потому что все-таки шашка на 27, ну, она же как бы слабая, изолированный корт. Там черные никак не могут нам на 18 пойти. Ну, когда мы уже на 28 будем стоять за пивом. Ну, так, теоретически. Ну, в принципе, да. То есть, как бы, неоднозначно, стоит ее менять. Не стоит, аж колонна, да. Подождать пока, вот я поэтому, как бы, хочу перестроиться, а потом буду там смотреть, менять я ее буду или... Меня просто смущает, что, если мы сейчас, допустим, сюда выйдем, то нам придется потом на 29 ходить, а тогда нас могут подменять эту шашку. Ну, а мы опять потом на 29 придем, какой-нибудь шашкой, ну, посмотрим. Не знаю, что ли Себастьян тут думает так долго, ну, все равно, ну, 8-12, наверное, 1-7. Я думаю, все-таки он мог... Или он хочет 1-7 и сразу поменять. Тоже думает, менять шашку на 16 или не менять, наверное, да? Я думаю, не исключен вариант, что он не видел этой комбинации, так что давайте сейчас, может, глянем, как она вообще выглядит. Ну, вроде бы, нормально, да, выглядит. Не скажешь, что он удивлен, поражен, возмущен. Так, ну, Дарине тут я бы... Ну, все-таки 34-29, да? Ну, она готовит размен, потому что, ну, теперь уже на менять шашку придется, потому что, ну, например, Себастьян поедет 8-12 и уже 30-28 хода не будет, поэтому... Ну, я думаю, он не пойдет в 8-12, как-то опасно в 8-12. Не пойдет? Ну, как-то в 8-12 я поменяюсь и как-то фланг выглядит так вот визуально. Но, с другой стороны, Дарина не дала хода 13-19 сразу. Может быть, в этом тоже есть смысл какой-то. Конечно, объективно черным нужно уже тут уравнивать, как-нибудь ходить 15-20, меняться и бежать на ничью. Ну, не хочется тоже как-то назад. Хочется вот... Не хочется, но шашка на 25 тоже не красит позицию. Все-таки перестройка 15-20, 20-24 позволит избавиться от слабости. Не знаю, я бы, наверное, все-таки уже смирился, 15-20 поменялся назад. А может, все-таки 7-11 и потом 13-19 и вперед как-то стараться? Ну, видишь, после 7-11 шашки на 2 не будет, тогда уже кола надо бояться белых, которого не поменять толком. Кстати, точно, на 7-11 мы можем же кол поставить или не можем? Ну, можем, наверное. Нет, там атака, наверное, пройдет. Так, 15-20. Ну, вот Себастьян включает свою эту машину уравнительскую. Кстати, время тратит. Ну, на самом деле, это нам, как бы, с Алексеем тут легко говорить, и то не очень, да, Алексей? А вот эти молодежи и такие открытые позиции, ну, тяжеловато им даются. Особенно, вот, я не знаю, как Себастьян, но Дарине очень тяжело. Да, вот тратит Дарину много времени и сейчас. В принципе, тут, ну, что тут думать? Вот тут уже надо менять. Меняют шашку на 27 вперед, на 32, потом там 49 тысяч на 38. Ну, молодец, но немножко быстрее это все надо делать. Ну, волнуется, Винно, вот следующие четыре хода, в принципе, и есть. Хотя тоже не очевидно. Нет, я бы, наверное, 49 на 38 подтянул следующим ходом. Ну, можно и так. Ну, как-то заткнуть дырочку. Так, вот Себастьян нелогично немного действует, как по мне. Ну, он как бы 32 с 8, да, видимо. Хотя, никто заберемов так и не собирался. Ну, давай, Дарине, 49-43 или 46-41, как бы, в принципе, особой разницы не вижу. Да, это одинаковый вкус. Единственное, что после 49-43 нельзя 12-17. Ну, кстати, есть еще и маршрут какой-нибудь вот такой потом, если шашку разменяют. Вот мне интересно, как Дарина вообще, как бы, вообще не нервничает, когда играет. Но вот эта вся шумиха, камеры. Судья, который смотрит так. Это уже интересно. Ну, 18-23 он же не может меняться, мне кажется. Нет, он просто выводит шашки, там, 3-8 на следующем ходу пойдет. Ну, можно тогда как-то так, или тогда застрянем. Ну, в принципе, тоже нормальный ход, 41-36. Так, ну, главное тут быстро ходить. Мне кажется, единственная ошибка, это медленно. Ну, все-таки, не знаю, я тоже, как Алексей бы вывел пока шашку. Колонка вот эта могла бы и пригодиться. Да, да. Ну, теперь точно нужно идти 49-43, 43-38. Нельзя 13-19. Да, 13-19 же нельзя, если катапульты 37-31. Поэтому надо... Построить хоть одну колонку. Давай, Дарина, вот. Нет, нет, вот на 28 не надо помотарфиться. Сейчас черным проще уравнивать позицию. Есть уже объект. Тут шашка 28, она не является сильной. Черные просто отмениваются назад 20-24 и... Да, и неудачно, что шашка только один уже ушла тоже. Да, да, да. Скоро выпускает преимущество. Черным сейчас не хуже, ни капли. А можно и не меняться 20-24? Можно и, например, шашку 4 на 15 потащить, чтобы поменяться потом 20-24 вперед, а не назад. Да, можно. Ну, сейчас уже больше такой дворовые шашки будут, будем и смотреть. Кстати, сейчас может тоже Аня не может. Так, ну хорошо, смотрим. Обменялся, да? Вот жалко, не успеваем мы сейчас. То есть сейчас может уже 13-19 быть вход. Не успели вот подвезти сюда. Да, сейчас вообще могут быть какие-то, ну не то, чтобы перехваты, но все-таки там 13-19, 18-23 на классику затянуть. Ну, у белых есть там выход на 22 тоже. Ну да, согласен. Там есть выход на 22. Так, Эдвард Бульжинский у нас на стриме. Эдвард, здравствуйте. Себастьян в 2019 на Европе кадетов был вторым после Валентина Голубаева. Там они оба набрали поровну очков. И еще Тамерлан с России тоже. Все по 13 очков из девяти партий. Это и был успех его первый. Ну да, в 2019 году. Я и сказал, что в 2019 году он же начал заявлять о себе. Но все-таки там это были еще юношеские соревнования. А вот эти вот успехи в, не помню, в каком там польском городе был турнир в прошлом году. Взрослый и в этом году в Праге это уже полноценные взрослые соревнования. Так, ну Дарина вывела, и вот 18-23 как-то теперь выглядит страшно. Ну можно 3-8 пойти. 3-8, конечно, 3-8. Ну она, кстати, может и напасть 28-22, я не удивлюсь. Ну 28-22 там просто закроется 8-13, потом поменяется 7-11, и шашка на 22 такая становится какая-то неустойчивая. Не надо 28-12. Тогда 37-32, наверное, или уже отступать. Не знаю, может вообще уже надо 2 на 2 меняться, или даже 3 на 3. Не, не обязательно 3 на 3, можно 2 на 2. Понимаете, 37-32, мне немножко страшно, что там 12-17. А, и потом 8-12. Ну да. Или 4-10 на 23, и потом... Ну как-то хочешь очень слабый фанк рубежок, это немножко страшновато. Так, ну надо быстрее тогда что-то делать все-таки. Я бы имею минуту на часах, я поменялся бы 2 на 2 или 3 на 3. Ага. Все-таки минутка, всего минутка осталась. Ну что теперь-то будет? 12-12, и вроде бы можно сюда ходить. Все-таки вот слабый фанк. Вообще-то единственные ходы. Ну и потом сейчас черную вот эту шашку сюда ведут, и могут потом в основном 22 поменяться. Как-то неприятно за белых тут как-то... Того и гляди, что какой-то форсаж тут пропустишь. А, вот так он... Не, ну если он поменял эту шашку, тут уже можно вздохнуть спокойно. Ну подожди, он тебе... А, ну не успеет, да? Он как-то... Нет, зря он поменял, но это же был объект атаки. Ну то есть сейчас, даже если сейчас черные поменяются, и повернут на 22... Конечно, нечем играть. То мы просто колонку построим, и все. То есть сейчас идем спокойно сюда, и уравниваем как минимум. А если черные сюда входят, то устроим колонку. Так, Алексей, ну что мне Дарине посоветовать? Как-то немножко... Немножко время нужно рациональнее использовать. Так, Дарина, ну давай 48-43. Так, вот это уже что-то непонятно. Этот вход очень неудачный. Сейчас могут черные как-то в зоне запереть белых. Что же тут Дарина натворила? Конечно, нужно было колонку устроить. 48-43, 43-39. Как она тут ничью будет делать? По-моему... По-моему, уже вообще... Финиш? Да. Есть там вариант какой-то пожертвовать на 30, и потом напасть 33-29. Ну, то есть... Ну, посмотрим, что получится. Не успеваем. Если он потянет на 13 шашку, то... Эта жертва заберут не пройдет. Да, не проходит. Печаль какая-то получается. Вот так вот. Ну, ничего, может... Ей это как-то поможет успокоиться? Угу. Ну, это такое... Отчаяние. А что делать? Ну, 24-29 проще всего. Хотя и отойти 22-27, конечно, достаточно. Просто, наверное, на 50 идти. А, там даже одно отдать не получится. Да, там такой, так называемый, обжорный ряд получается. Все съедают черный. Да, на ровном месте, конечно, Дарина, как-то. Так. Ну, кстати, смотри, как все она придумала. Ну, молодец. Ну, можно, кстати, к сожалению, поставить на 50. Можно, можно, да. Притом, можно и нападать на любое поле. Та же самая идея. Ну, вопрос, найдет ли он за минуту. Ну, можно и 9-14 тоже пойти, в принципе. Можно и 9-14, да. Ох уж этот Себастьян. Ну, вот так вот и надо играть в молодые годы. Защищаешься, защищаешься, и потом принимаешь подарок. Ну, не надо дарить. Да, Дарина оправдала свое имя, да, подарила. А вот так вот он даже. Все-таки он разрушил большинство, на всякий пожарный. Так, ну, ничего. Интересная партия получилась. Неожиданный чуть финал. Видно, что Дарина нервничала. Ну, что, на 45 или на 11? Или вообще отбросит? Какой из трех выигрышей выберет? К сожалению, даже дамку можно поставить, наверное, тоже на 45. Так, хорошо. А что теперь у них? Какой у них формат? Пять минут перерыв и еще три партии. То есть, три партии в любом случае еще будут сыграны? Нет, три нет. Две, да. И если надо будет, то четверка. Ага, понятно. Так, ну, давай я Дарину успокою. Алисей, ты расскажи, может, про ближайший матч. Правда, я ничего лично показывать не собираюсь, но на польском канале. Давайте, я включу. Что тут происходит? Ближайший матч будет завтра в этом турнире, насколько я помню. Правда, не очень помню, кто играет, но кто-то из великих. По-моему, Мартайм Айзендор, не помню с кем. Продолжение следует... Так, Алексей. Что тут? Ищут ничью упорно. Ну да, тут тоже указывают на момент, что по пять шашек. Да, вот видите, он показывает Данин, что надо было, конечно, колонку строить с ничьей. Так, ну что-то там они пишут. Себало, зато концовки достаешь три ноты по двадцать. Браво. Ну да, концовка была филигранная. К сожалению, это и есть современные шашки. То есть, на самом деле, так, чтобы прямо жестко обыграть кого-то очень сложно. А вот сколько, Алексей, процентов в таких вот подставах, подстановках решается партии результативных? Наверное, я не знаю, 70-80, да? Ну да, нет, ну просто, что, конечно, у, как сказать, у, во взрослых турнирах, там, в мастерском, в гроссмейстерском уровне, конечно, такие подставки, ну, в блице, скорее, бывают, в классических партиях, конечно. Да нет, бывает, игра с мастератором, что-то померещится, то есть, вот в этой позиции. Тут уж, конечно, было слишком очевидно, тут, как бы, ход рукой нужно было делать, строй колонку, ну, что ж, тут. Я помню, что мы тут на канале придумывали правила на шашек, и не было такого, что колонна, колонна – это сила. Так, ну вот вторая партия уже. Была, наверное, колонна – это всегда сила. Так, ну давайте, ну что, Адарина сейчас 16.21 ждем? Ну, смотря, как пойдет. Ну, понятно. Если мне заблокирует поле 27, то… Понятно, но только два хода препятствуют к 16.21. 32.28, ну посмотрим, что тут подготовил. Коварный. Цебало. Так. Так. Смаз 22 на 22, ну я не знаю, Алексей, я вот, честно, считаю, это самый сильный дебют за черных на 32.28. Может быть, я в последнее время тоже люблю так играть. Хотя раньше я практически не употреблял этот размер. 8.12, да. Ага, ну тут, тут, видимо, какие-то подготовки мы увидим домашние. Так, ну, надеюсь, она 14.12 пойдет, все-таки. Любил она 2.8 тут ходить. Все-таки 14.15. Алексей, вот что тут, я дальше, сам, честно говоря, не знаю. Слишком долго думают, пишет Эверт Бужинский. Ну, так и хорошо. У вас же попкорн есть еще, я надеюсь. Пускай думают. Тут я не знаю, пойдут ли они на принципиальные линии или ограничатся каким-то упрощением позиции. Посмотрим. Пока что рано комментировать, потому что еще не наступили ключевые события. Ну, принципиально это как вот тут? Принципиально это 10.14, там поменяться на 28, куда-то там накола, потом черным пойти 16.21. Ну, как-то, не знаю, как туда накола идти. Ну, как, ножками, ножками. Вот сейчас 16.21 уже? Да. Потому что если не пойти 16.21, то белые могут пойти 38.32, и это уже, как бы... Не то. Не то. Ну, как бы, если черная игра принципиально, то нужно пойти 16.21. Так, а как тут? 16.21, например, 31.26, тогда что? Тогда, ну, 5.10, например. 41.37? 20.24. Ну, 5.10, это вот, как бы, вот, хотя бы из-за хода 38.32 уже этот ход 5.10 не принципиальный. А, ну, все-таки тут, ну, опять 16.21, а, ну, если что-то хотеть от этой жизни. Вот я тут играл, мне всегда не хватало одного темпа, то есть, так, 2.8, ну, хорошо. Ага, ну, вот. А Себастьяна, как понимаю, ничья теперь устраивает, да? Ну, три ничья его устраивает, а одна не устраивает, а три не устраивает. Ну, вот это объясняет выбор размена 2 на 2. Ну, сейчас 33.28 и попробуй обыграй, называется. Да. Так, а что по темпам получается? Сейчас где-то этот размен, сколько, один темп или три проигрывают? Нет, в принципе, этот размен, конечно, пассивный достаточно. У черных, вот, данная позиция, я считаю, более гибкая, более мобильная. Так, а как ходить-то? Сейчас 35.30 как-то пойдет, и что делать тогда? Не знаю, можно даже 15.20 после 35.30, ну, не знаю, он, наверное, не пойдет 35.30, мне кажется, он 24.29 пойдет. Ну, я не уверен, что он готов. А, кстати, после 35.30 можно даже и 22.28 бомбануть, там, отбросить на борта и в центр, ну, так, если уж очень просто ставить игру. Поэтому я бы не ходил 35.30, я бы 34.29 пошел, а, вот так? Ну, не знаю, мне этот ход не очень нравится. Ну, что, теперь как-нибудь вот так? Ну, да, надо на 23 ходить, только не ясно, какой шашкой лучше. В принципе, есть 17, может, это 17.20. Если 31.27 поменяется, мы хоть даже после 18.23, наверное, проатакуем, да? Или надо оставить все-таки там эту шашку? Ну, наверное, 18.23. Кстати, есть вариант вообще какой-нибудь там 18.23, куда-нибудь туда, вот, я не удивлюсь, Дарина. Ну, сразу, когда есть шашка там на 47, на 49, тогда эти вторжения на 28 не очень эффективны. Не знаю, сейчас, тут вот опять такая начинается довольно, ну, нет, ну, Дарина, ну, это ж, как же ты отыгрываться будешь? Но она победа на 27. Да, она победа на 27, но, ну, как, чем тут выигрывать тут же? Ну, может, соперник опять не уверенную игру покажет на это расчет. Ну, с другой стороны, как-то избегает классических построений тоже. Ну, что сказать, уровень вот как раз кадетов мы пока видим во второй партии. Ну, да, вот такая партия, немножко детская такая. Нет, он 26. Ну, боюсь, что это не Дарина на позиции сейчас получилось. Ну, да, вот теперь 35-30 имеет смысл, да. У Себастьян, как раз, я думаю, на чемпионате Польши, то они, наверное, из девяти партий и восемь вот так вот проходят. Так, симметричная позиция, да, только шашка, вот эта 16-я, стоит на 49, да? То есть плюс три темпа. Да, ну, это, конечно, так только. Арифметические выкрутки, но коценки позиций это мало, имеет отношение, конечно, позиция равная абсолютно. Не, ну, мне все равно за черное больше нравится. Все-таки плюс. Немножко, да, согласен, там, немножечко. И непонятно, кстати, куда белым, то есть, ходите. Сейчас вот мы 4 на 14 переводим. 40-35, ход белых. Если 3-4-30, можно где-то у нас 23 уже. 3-4-29 как-то. А я вот пошел 3-4-29. Без 40-35? Да. А, ну, видишь, Дарина не дала. Ну, тогда, тогда тут простой план, 40-35, поменяться 3-4-31. Согласен. И даже видно, как Себастьян уверенно начал ходить. Да, что-то не то идет. Обидно, конечно, поражение. Теперь это он может себе позволить такую стратегию. Да. Так, я почему-то не пойму, у меня комментарии пишутся или не пишутся. Почему-то комментарии мне надо обновлять. Так. Косяк Саргина пишет Юрий Аникеев. Алексей, что ты скажешь Юрию на косяк Саргина? Ну, я понял его шутку. Да, похоже. Похоже очертание. Вот, кстати, смотрите, сейчас Себастьян поменялся, 3-7-31. Какой-то немножко... Мне кажется, преждевременный размин. Ну, 16-21 сейчас. Обязательно. Надо включать срочно. Думаю, Дарина так и пойдет, она знает эти ходы. Чешет нос, это значит, уже разозлилась, ее не волнуется. Так что все будет сейчас хорошо. Ну, сейчас Себастьян, конечно, 3-7-27 поменяется, понятно. Курса на ничью. Да, уверенным причем. Ну, кстати, даже получше ногу белых чуть-чуть как-то теперь. У них темпов или нет? Или не обязательно, но как-то сюда надо, наверное. Да, наверное, черному нужно тут не ходить ни на 23, никакими шашками, просто переводить там 8 на 17. Можно, например... 4 на 14. Пойти 8-12, 1-7 и поменяться на 23, например, тоже как вариант. Ну, вот это как раз полностью на... Это как... Как... На половине Себастьяна партия. Он хорошо такие позиции разыгрывает. Да, как-то Дарина не навязала игру, как-то сама там менялась в дебюте. Ну, как бы, не та... Не та турнирная ситуация у нее сейчас. Если бы первая партия в ничью закончилась, тогда... Понятно. Можно и так. А при боях, что первой партии как-то надо было по-другому. По-жорче. Ну, просто поймаешь, тут... Я сам вот, честно, не знаю, как тут играть. Ну, наверное, как я и говорил, ну, 16-21. Или сразу, или вот через ход даже 5-10, 41-37 было сыграно. Ну, и опять 16-21. Ну, тут как-то сложно все равно вот. Так, 48-42 ход. Ну, что, 1-7. 1-7, ну, 12-17. Ну, можно и так. Потом так. Да, боюсь, что Бастияна не из тех, что такие подарки может вернуть. Теперь пишут, играют слишком быстро. Ну, как есть, так и есть. Кстати, если Дарина в этой партии тоже как-то где-нибудь поторопится, то можно и такую позицию проверять. Тут тоже как бы у чёрных уже немножечко похуже. Так, у меня, говоря, 37-32, наверное, надо сейчас. Ну, вот в том-то была проблема первой партии, что у неё не было похуже, она как-то опасности не почувствовала во время. Да, 43-38 тоже хорошо. Туда и не надо будет очень потрудиться, чтобы не проиграть эту партию. Потому что, ну, с каждым годом, как бы, оппозиция белых улучшается, оппозиция чёрных ухудшается. И ничего нельзя поделать. Так уж тут... Так уж тут есть. Ну, молодёжь обычно тут на удачу играет быстро и потом уже смотрит в конкретике, где надо отскочить. Ну, Себастьян тоже у меня не ассоциируется с каким-то супертехнарём. Так что... Ну, посмотрим, в общем, тут пока... Пока нечего добавить. Нет, мне 37-32 очень нравится уход как-то. Я хочу на 28. Ну, он молодец. Вот сейчас замедлился. А Дарина пока нет. Ну, он... Сразу меняется. Нет, ну, сразу меняется как-то. Ну, мы же... Кари-9 и 13-19, наверное, сразу же... И там как-то уже соскочим. Главное, Дарине сейчас тормознуться пишет. Так, ну, главное, мне кажется, успеть вот такие 3-9 и 13-19 поменяться. Ну, 3-9 как бы уже чёрные не успели. Если белые захотят, они могут 33-29 пойти сейчас. Нет, 3-9 ничего не даёт. Ну, в 7-12 тогда будет. Посмотрим. Да, вот видно, конечно, вот именно в этих позициях видно вот класс. Насколько всё-таки ещё молодые ребята. В принципе, даже можно и назад шашку отменять, потом 15-20 как-то. Я думаю, даже Дарина, может, и не понимает, что у неё хуже тут. И нельзя сказать, что это плохо. Да, это может даже и помочь, потому что когда ты понимаешь, что у тебя хуже, начинается какой-то мандраж. Тебе что-то мерещится везде, везде кажется, что нет никаких соскоков, и ты там выбираешь самое худшее продолжение. Так, ну давайте глянем, что там, Себастьян. Всё, уже всё-таки одной рукой на мышке сидит. Ну, наверное, надо, да, 29, чтобы если чёрные поменялись назад, успеть пойти 29-24. А это хорошее успевание, я же там колонку могу построить. Ну, я же успею, там всё равно, 8-33. Но я тогда выйду на 28. Согласен. Тогда, если проследует размен назад, не ходи на 24, просто подводи шашки, там, 37-32. Можно 20 даже. Ну, просто если я ещё 15-20 поменяюсь, тогда вообще, ну, мне кажется, что могут быть какие-то проблемы. Так, ну так. Ну, хорошо, смотрим. Вот это, кстати, мне не очень нравится. Сейчас МН-22-27 объективно самый сильный ход, после которого ничья. Не понимаю, почему Себастьян уже на протяжении многих ходов не ходил 37-32, чтобы вот пресечь эти выхода на 27. А, ну вот так Доринин пошёл. Можно и так, да. Можно и таким образом. На 27. Добираться. Так, я пока что-то вашего плана на 27 не улавливаю. Ни Дорининного, ни твоего. Я бы пошёл, конечно, 9-14. Большая ссор уже. Не, 9-14, 9-37-32, и ты не успел. А, если назад хочешь? Ну да, по плану всё. Ну, может быть, ну, может и твой план. Ну, то есть сейчас что, на 37-32 уже, наверное, он пойдёт, и та, что 2-2 назад. Как-то 38-33. И вода на 27. Ну, а что 38-33, я 13-18, поэтому... Ну, если вот 37-32, меня на 2. Ну, Себастин просто форсирует ничью. Блин, я вот так не люблю, когда... Пока... Какие игроки ещё побеждают в итоге. В итоге, ну, я не знаю. Идёт матч, и надо вроде бы за каждое... Копеечку бороться. Он так разбрасывается возможностей. Может, сейчас проиграет уже эту позицию, как Дарина Ту. Ну, какое-то неуважение к шашкам, как по мне, вот это вот с его стороны. Ну, моё вот такое вот... Не знаю. Лучшие позиции, как... Кавказская маоу нутро как-то негодует. В ярости шамили. Да, да. Ну, как-то... Ну, повезло, конечно, тебе, что ты выиграл первую. Ну, выиграй вторую. Покажи мастерство. Или что теперь? Если было бы 100 партий, тоже бы на ничью встал. Ну, или, не знаю, просто, может, тоже не понимал, может, просто такая техника, мы тут размышляем. Так, ну, сейчас будет самое интересное уже. Будут ответные партии, то есть сейчас будет опять... Дарина опять белыми, опять пойдёт 35-30, конечно. Ну, в этой партии, видишь, Дарина даже на 28. Уже 46-й ход, она не сторовалась на 28. Это вообще какой-то беспредел. Так, ну, естественно, 13-19, я думал, он сейчас быстро поменяется, 29-24, даже решит нервные клетки сэкономить на другие партии. Может, и 37-32 сейчас пойдёт, посмотрим. А на нападение, что 47-42? Можно и так. Просто если отходить, там как-то инициатива, так кажется. Ну, молодцы, они, что они сейчас затормозили, это правильно всё. Конечно. Так, ну что, на 28 пора? Или не пора? Пора! Так, Алексей, ты сегодня какое число? У нас 12-е, да? Да. Получается, первый тур матча Садовская, то есть, танцик-ужина Садовская, да. Когда получил, не знаешь, ты? Ну, 15-го у них открытие, а 16-го первая партия. Ну, мы будем, конечно, освещать. Я, правда, думаю, скорее всего, ну, по-моему, в 18-00 по какому-то времени быстрая партия начинается, там классическая быстрая блиц программа, ну, если нету результата. Вот, в общем, так что тоже будем вас ждать. Этот турнир, к сожалению, поздно основные туры начинаются, тоже вот, не знаю, не решил я ещё насчёт завтра, но, наверное, пропущу всё-таки. Завтра будет, вот, Гетманский играть, легендарный. Кстати, победители на меня выходят, этой пары. Не, это ты перескочил, по-моему. А, не-не-не, это завтра. Всё, понял. Ну, много дел у меня сейчас тоже. Может, если кто-то из зрителей хочет провести стрим, то можно ещё успеть написать нам в редакцию. Е-мейл указан в описании канала и стать почётным стримером матча Мбонго-Гетманский. Тогда Рима там, я вижу, засыпает уже. Настолько неинтересная для неё партия. Но главное не проиграть тут. Пожалуй, невозможно. Но, казалось, и там тоже было невозможно. Так, ну я бы тоже так пошёл. Теперь на 33.29, кроме отхода, есть и размен. Кстати, у Себастьяна есть такой ход, интересный. 47.41. Ну, тогда 14.20 есть. И на нападение всё равно размен. Но главное тут до конца быть собранным. Как Алексей в той пословице говорится, что славянская девушка и камня на скаку остановит, да? В общем, будем смотреть, как Дарина будет в следующих партиях останавливать этого польского жеребца. Но пока не знаю, как-то... Конечно, ничего ужасного он не показал, но и героического тоже ничего. Хочется... Да, пока что ничего. Пока что Дарина сама проиграла. Хочется от победителя хотя бы что-то героическое увидеть. Так, Дарина, ну давай только подумай тут чуть-чуть. Вот всё-таки можно на 28 выйти, но нельзя, похоже. Ну, надо, наверное, поменяться. Там оппозиция в пользу чёрных. Выигрыши это, конечно, им не принесёт. Ну, просто если отойти, то какие-то проблемы могут ещё быть после 47-41. Да нет, там нет проблем. Там можно 27-31 и 28-32. Конечно, тут битая ничья. Хорошо, тут нали-драфт. Сама система фиксирует ничью. Можно вообще не соглашаться, не предлагать. Я, в принципе, так и делаю. Ты вот как, Алексей, считаешь? Если мне, допустим, от 3 дамки на 1, мне предлагают ничью. А у тебя сколько, 3? Ну, допустим, 3, да. Это же значит... Наверное, не соглашаться. Ну, это же значит, соперник утверждает, что он как бы уже, ну, никак не проиграет. То есть, что он знает ничькой. Если, допустим, я не соглашаюсь и обыгрываю, получается, меня хотели обмануть или как? Ну, то есть, обычно принято обижаться на того, кто не соглашается. Мол, ну, как бы нехорошо время тратить. Или я не знаю, какая логика. Нет, ну, я считаю так. Вот, конечно, в партиях с классическим контролем, конечно, я никогда не играю 3 на 1. Я, имея 3 единицы, предлагаю ничью. Как бы я уже соперника и понимаю, что у него много времени, и он, конечно, ни в какие ловушки не попадется. Но когда Блиц партия, а уж тем более в интернете, конечно, имеешь полное право играть, имея 3 единицы. Я так считаю. Не считаю, что это не, ну, как сказать, не фэйрплей играть 3 на 1 в интернете Блиц. Нормально это вполне. Своими глазами я видел, как попадаются люди. Я, по-моему, когда-то в интернете кому-то проиграл, меня тремя поймали. И я не удивился, что я проиграл. Ну, да, тем более там, опять же, можно любую позицию проиграть, зависит от техологического состояния. Так, зачем Дарина ничью предложила? Я что-то не понял. Либо чуть-чуть по темпу весь стояли. Ну, да. Ну, наверное, все-таки на 29 пошел бы Себастьян, и тогда уже ничья точно. Так, ну что, вот счет тут полтора на пол. Интересно, что они не играли раньше. Кстати, рейтинг какой-то нереальный просто у Себастьяна быстрый. Но он тренировался все-таки. А какой у него рейтинг? 1983? Ну да, ну то есть, быстрый это очень большой, потому что просто обычно люди даже столько партий не играют, чтобы набить. Так, Алексей, ну давай тогда еще что-нибудь расскажи. Я тоже Дарину дам установку. Так, что же рассказать? Ну, как уже Иван упомянул, значит, нас ждет в ближайшее время очный матч, так называемый не онлайн, а оффлайн. Значит, в России встретятся в матче за звание чемпионки мира среди женщин действующая чемпионка Тамара Танцекужина из России и претендентка Наталья Садовска из Польши. Матч будет проходить в двух городах, первая половина в Москве, вторая половина в Санкт-Петербурге, открытие 15 декабря, а последняя партия и закрытие, по-моему, 29 декабря. То есть, в любом случае, накануне Нового года мы будем знать имя новой чемпионки. Или Наталья Садовска вернет тебе звание, или Тамара сохранит. Вот. И какие-то партии мы будем на нашем канале комментировать. Ну, конечно, классические партии мы комментировать не будем, потому что это очень долго. Но Быстрый и Блиц, ибо такие партии будут играться в любом случае. Какие-то партии мы обязательно постараемся комментировать. Так что приходите, следите за анонсами. Так, спасибо, Алексей. Я как раз вернулся. Ну вот, что мы видим. Можем даже, в принципе, я не знаю, включить красивый промо-ролик. Ну, давай вот тут вот попробуем. Смотри, как красиво все сделали. Да, очень красивая афиша. Призовой фонд тоже хороший. 55 тысяч евро, по-моему, да? Я не в курсе. Ну, по-моему, так. Нашли очень хороший призовой фонд. Так, а тут где-то был еще промо-ролик. Ну, то есть, видео. Ну, нету что-то, я тут не вижу. Ну, давай быстренько раним тут. Значит, ну вот, расписание. Действительно, первый тур 16-го числа. Это что у нас получается? Венздея, это среда, да, Алексей? Среда, да. Среда. Ну, наверное, значит, может, с первого и начнем. Да, и вот расписание. 11.00 основная игра. Если ничья, то там потом душ, туалет, столовая, массаж, сауна, теннис, бадминтон. И 18.00 уже быстрые. Это сколько получается? 18.00 минус 11.00, это 7 часов. По-моему, как-то все-таки, когда Голубева, Садовской, такого не было большого перерыва. Вот между основной и быстрой. По-моему, все-таки, там как-то они сначала играли, а потом шли уже по делам. Я не помню, честно говоря. Может быть, не буду спорить. Ну, я думаю, тогда мы можем где-то либо в 18.00, там без 15.00. Это, получается, московское время. Соответственно, в Киеве на час меньше. В Вильнюсе тоже на час меньше. Да. Ну, вот такое вот расписание. Ну, давайте тогда договоримся. Если никаких форс-мажоров не будет, то встретимся тогда 16.00. 16.00. Получается, по московскому времени 17.45, по Киевско-Вильнюсскому 17.45. 16.45, да. Так, я смотрю, что тут происходит. А так, опять повторение дебюта. Ну, давай, Дарина, надо обыгрывать уже. Нанесли некоторые коррективы. Сейчас мы их пронаблюдаем. Так, вот 32.28 ходит, она вместо 42.38. Угу. То есть ты предложил их сразу перебросить шашки? 37.32, да? В следующем ходу? Ну, идея, да, что на этот ход сюда. Я, в принципе, так вот играю. Единственное, тут 18.23 есть какой-то размен. Ну, вроде там не страшно. А как бы ты сейчас, Иван, играл? Менялся бы сразу? Да, 37.32 менялся. Ну, я таких партий, на самом деле, в интернете очень много сыграл. И 18.23 никто не меняется. Но я там проверял, там тоже ничего страшного нету. То есть я спокойно 37.32 и... Ну, такой план был. Если она сейчас пойдет 42.38, будет, конечно, прикольно. Не, ну, можно 43.38 пойти, тоже как бы. Сохранять идею размена 37.32? Не, ну тогда уже 18.22 на 22 какое-то было. Понятно. Так, ну, смотрим, что тут будет. То есть на 18.23, наверное, 50.45. Ну, вот я так и подозревал, то есть он даже не думает просто на 23. Почему-то обычно люди не думают над такими ходами. Но теперь просто 43.38, да. Угу. Так, у Лиз 4 темпа уже есть. Вот только ты, надеюсь, сказал, Дорине, что на 29 не надо торопиться. Не будет? Не сказал, забыл. Ну, пока... Ну, как сейчас? 32.27 или 47.42? Вот я не знаю, честно говоря. Ну... Наверное, 47.42 попроще. Тоже так кажется, что 47. Все-таки мне не нравятся 23.27 какие-то вот эти на 23 размеры. Ну, да, да, да. Ой. А это зачем? Это уже импровизация. Ну, ничего. Ну, в принципе, тоже так можно. Сейчас 47.42. 37.27. Ну, конечно, не обязательно это все было. Ну, да. Вот опять сейчас придется на 27 сходить, как бы. А мы же не хотели. Так, ну, сейчас 49.43 надо. Кстати, можем переждать. Ну, зачем-то 5.45 она выжидает. Но это тоже хорошо. Своди свои 3.43 точно пойдет. Так, ну, смотрим. Давай посмотрим, что там наши зрители пишут. Почему-то у меня комментарии не идут. Надо обновлять. Скучная партия, рыба. Все только начинается. Напомню, победитель этой пары выходит на Инура Шайбакова. Действующего чемпиона мира по Блицу. Так, ну, молодец. Дарина, с враги нет. Ну, я думаю, что это на 24.43. Ну, и что теперь? Ну, наверное... Кстати, на Симас... Или сразу на 21 меняться, или... На Симас 22 как раз 34-29 хороший ход. Если на 22 бить. Не, на 22... Нет. Если уж бить, то, наверное, на 21. Ну, я уверен, что он так и не пойдет. Тогда если... Ну, и тоже там... Я не думаю, что там прям что-то может страшного быть. Может, 11-16 по каждому просто выжидательный ход сделать. Ну, вот... В этом вся тактика Себастьяна. Выжидаем. Ну, в этой позиции действительно надо выжидать. Потому что белые, как бы, красивые ходы у белых закончились. А вот любой следующий ход уже чем-то некрасив будет. Так, ну, вот я так и подозревал. На 22 он бьет. Побьет, я думаю. Ну, и то, что Дарина пойдет 34-29. Думал, можно быть уверенным. Нет, ну, не нравится мне размер на 22. Ну, не идейно. Но ведь сейчас даже можно... С точки зрения стратегии в матче. Это же более... Ну, на 27. Я же 18-23 опять же могу пойти. Ну, а дальше? Ну, или там есть какой-то 40-35 ход. И такие ходы могут быть, да. Я думаю, Дарина 34-29. Я вот не знаю, 34-29, если идти 13-19. Есть какой-то ход или мы нападем там? Нет, просто 34-19 и 13-19 как-то не хочется. Как-то там очень рыхло в центре у черных будет. Ну, вот это Дарина любимый ход 34-29, поэтому она, конечно, его пошла. Так, ну что, хотя бы удалось... 6-11, наверное. Удалось хотя бы что-то навязать пока. Ну, 6-11, 32-28 и что-то, да. Ну, не знаю, как вперед. 46-41. Что, 21-27? Ну, хорошо, а если не 6-11, то как? Ну, вот 7-11. 7-11. Видите, колонки нет, теперь важный. Ну, я не знаю, 33-28 что-то пройдет, нет? Наверное, как бы не хочется, там будет просто нападать. Так, а подожди, а 31-27 нельзя просто пойти? Вот, поэтому мне 7-11 не нравится, что еще нужно и 31-27 считать, а может 46-41 предварительно, а потом 31-27. Ну, мне кажется, хорошо и 33-28, 31-27, и 32-28 даже хорошо. Да, можно сказать 32-28. Единственное, что на 32-28 может 14-19. И опять же, да? Не, 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 может на 32-28 тогда уже 14-20. Да не, ну, Алексей, ты не понял еще, как Себастьян играет? Он все, уже одну партию выиграл, теперь пока у него не выиграешь, как бы, он не подойдет на расстояние выстрела. Так, тут Марфа спрашивает, ничего ли вторая партия? Я отвечаю, что да. Ну, Дарина, тут надо действительно сейчас важный момент. Не знаю, мне кажется, 31-27, или там 2-7 какой-то есть ход. Ну, на 2-7 можно, наверное. А, нет, не можно. Я думал, на 2-7-46-41, а тогда 18-22. Ага. Там как-то можно и без шашечки остаться. Ну, молодец, Дарина. За то, что думает тут. Так, значит, 31-27 нельзя, потому что 2-7 оказывается. Значит, остается либо 33-28, либо 46-41, либо 32-28. В принципе, я даже не удивлюсь, что она 46-41 пойдет. Не знаю. Ну, как-то вот в всех отребинах какие-то имеют слабости. Какой выбор? Там уже какие-то пошли посторонние обсуждения в чате на ли-драфт. Ну, 32-28. Ну, вот интересно. Ну, да. Интересно все-таки. Себастье на выигры что-то будет пытаться играть? Нет, конечно. Ну, все, теперь 46-41, и вот единственное спасение находится в 21-27. Иначе просто там космическая инициатива. Ну, и потом он просто будет нападать, я думаю, 14-19. Да, согласен. Там придется, наверное, выходить на 15-м. Да. Ну, да. Так, 33-28. Тоже интересно. Ну, 33-28 как-то мне не очень нравится, потому что тут шашка на 46 безнадежно застряла. Теперь ее толком не развить. Ну, 18-22 надо поменяться, конечно, сейчас. Ну, я опять пойду туда. Вот этой. Ну, очень долго. Ну, успеваю, вроде бы. Ну, такая крепкая защитная позиция у черных. У белых вот эта слабая 46, небольшая. Ну, я в любом случае поменялся бы сейчас за черных. 18-22 все-таки пусть белые там с шашкой 46 мучаются. Так. Ну, что тут, получается, нельзя 37-32, но так можно же 39-33 пойти сначала. Вообще, по-моему, это ход какой-то очень слабый сейчас делаю. Почему 37-32 нельзя, я же после 37-32 и назад могу побить, а почему бы нет? Ну, я такого не рассматривал. А почему побил назад, зато очень гармоничная позиция, и потом все гармонично вывел. Иногда шашка как и назад можно бить. Ну, да. Но я все-таки с учетом того, что надо выигрывать, пошел бы так и побил бы вперед потом. Ну, может быть, может быть. То есть нельзя сразу бить вперед, потому что будет 15-20, а сейчас у нас 23, да? Там уже будет оппозиция. Так, сейчас мне нравится какой ударенный темп. Сейчас надо правильно найти план. Я думаю, это все-таки назад. Ну, тоже хороший ход, конечно, но вот коварный Себастьян этот. Но с другой стороны у нас 23 не поменялся. Может, и сейчас не поменяется. Тогда будет вообще хорошо. Так, ну, теперь надо все-таки уже заткнуть, я думаю, 39-33. Не обязательно, можно просто выводить 45-37, там, 46-41, 37-37. Но мне вот все-таки не нравится этот размин, ну, потому что оно дал, как ты бьешь, надо 18? Да. Ну, и потом 14-19, и все. Ну, не пропасть. Поэтому надо все-таки, мне кажется, пойти 39-33. Ну, хотя, если черные так не будут меняться, то можно и не ходить. С другой стороны. Так, ну, мне нравится. Что по темпам, Алексей, тут? Наверное, плюс-минус равен. Давай, давай глянем. Так, сейчас быстренько. Гроссмейстерский подсчетный темпов тут все было на равных. Плюс 4. Тут можно было еще плюс 4, но нет. Плюс 2 на равных. Вот. А, и тут плюс тоже на равных. Вы видишь, Алексей, какой ты коварный тип гражданской наружности. Умер там. На равных все-таки. Но вот эта позиция, я думаю, как раз такая, что Себастьян не умеет их абсолютно играть. То есть он будет сейчас плыть. Вот, в принципе, мы это и видим. Ну да, какой-то. А зачем отдавать темпа? Кстати, я... А как их взять правильно? То есть если сейчас 37-32... А, нельзя ж напасть. Или... 37-32 просто берем. Самыми логичными выходами. Так, главное, чтобы он как можно позже начал отбор. Какой трубить. Нет, ну, 18-32, конечно, был уход совершенно дикий. Просто... Просто отдал два темпа, шашку центральную свою погубил. И главное... Теперь и колта не поменяешь тоже. Ну, как-то можно 13-19 на сябз. Шашка на 10 какая-то теперь дурацкая совершенно. Ну, надо, я думаю, все-таки может меняться. Ну, да, согласен. Ну, или, может, 8-12, 3-8 сначала, сначала, потом, потом. Ну, чем потом, тем лучше для белых, мне кажется. Да, я бы, наверное, тоже согласился, чтобы поменялся в 18 сейчас. Именно в этот момент. Ну, ясно только, что план на него нет никакого. То есть... Ну, тут, конечно, можно было отсюда просто уже. Это в духе того, как он играл. Если... Ну, просто всегда на ничью. Нападение как-то непонятно. Ну, он думает. Ну, давай, Себастьян, подумай. Минуток. Так, ну, походим на бортик. Это, кстати, тоже уже может пригодиться. Ну, я вижу только, какой вариант. Может, он хочет увести шашку, чтобы можно было напасть. Ну, тогда. То есть, надо будет... Сейчас, допустим, 46-41, а потом все-таки колонку построить. Чтобы там 9-14 нельзя было. Так, даже не надо вспомнить. Вот она недавно только, ну, как бы, поняла, что нужно с шашки 46 сочувствовать и выводить ее иногда. А то обычно она все остальные выводила, а 46-ту так уже про запасы вставляла. Ну, кстати, в моем стиле, как я с Семенником сыграл тоже. В теории знаешь, что надо выводить. На практике, кажется, что есть более важные дела. Может, она 36-31 думает? Что ты думаешь, Алексей? Это как-то очень поспешно будет. 36-31? Ну, 36-31 тогда он может просто там начать атаковать. Ну, да. Не хочется структуру, конечно, портить, пока нет этого размера не будет. Да вообще не хочется. Так, Дарин, ну, давай, что-то там. Я бы сейчас, наверное, пошел 43-39 или 38-39. Ну, хорошо. Ну, не сказал бы я, что хорошо, потому что, во-первых, можно напасть как минимум раз. Ну, вот поэтому я его пошел в 43-39, чтобы нельзя было нападать. Так, а что ты не хотел просто 46-й поездить? Ну, тогда 17-21 и все равно нужно. И 38-33? Ну, может быть, да. Ну, согласен, да. Согласен, да. Ну, может, она делает то же самое с перестановкой? Ну, теперь же 14-19 можно. Тут самое главное держать это, руку на горле соперника, не давать упрощать, как он хочет. 14-19, конечно, нападение. Ну, согласен, да. Все-таки там он должен сначала был уйти на борт, и только потом мог нападать. А тут, может, шашку на 17-й. Тем более, если, если, не дай бог, он нападет, конечно, 10-14, уже, наверное, 44-40 надо будет ходить. Потому что 45-40... Да, там 4-10 какие-то могут на час. У меня уже предлагают сыграть, но я пока вас держу. Пока. Да, вот видите, друзья, казалось бы, такие молодые. Мозговитые, креативные, но мы с Алексеем... Алексей, мы старая школа или средняя? Мы средняя, наверное, да. Средняя школа тоже как бы что-то понимаем. Ах, не напал. Нет, вот действительно, ему нужно было напасть, и правильно там, Иван, ты говоришь, вот если бы он напал 14-19, 40-35, бой-бой, 10-14, и если 45-40, то 4-10, и там просто нет ходов, там комбинации на все ходов. А на 23 там тоже ничего не толок. А тогда просто 13-18 и дамки. Ну я уже так, а, ну да. Ну шашка же на 17 еще там стояла. Так, Дарина вот затыкает этой шашкой. Ну в принципе логично. Чтоб 36-31 оставить размен вперед. Нельзя было сразу, к сожалению, меняться вот тут 36-31 вперед. Поэтому пошла сюда. Так, ну что, Себастьянчик? Ну что, у Ирины хорошая позиция уже, по-моему, очень хорошая. А на пасть 10-14 уже и 45-40 можно уводить беспокойно? Можно, да. Там уже нет никаких зацепок тактических у Черных. Ну, Себастьян, наверное, сейчас назад поменяется на 17. Ну, это все, как я говорю, всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. Кстати, ты говоришь, что нет зацепок, а вот как раз, смотри, напал. 10-14-45-40 и назад. Или там не найдется зацепок. Ну как-нибудь там потом 4-10. А, я понял. Не, ну 4-10, я же тогда на 23 буду выходить. Ну да, там как-то 14-20, 9-14 это точно не то, что он хочет сейчас. Так, ну он начинает время сжигать. И это хорошо для нас. Для нас, агрессивных ребят, которые ходят 35-30. Но, все равно, очень-очень этот матерый, этот Себастьян. Очень матерый. Так, молодец, Дарина, инстабой. Так, ну только пожалуйста, давай 45-40. Ну, если 10-14, конечно, будет. Или что, он сейчас 13-19 поменяется прямо. Ну, это всегда пожалуйста. Думаешь, пожалуйста, что 36-31, то да? Так, Дарин, давай, бояться нечего. Как бы, если бы ничья устраивала, можно было бы подумать. Тут 44-40, это еще есть ход. Ну, тут, я думаю, надо идти all-in и ходить 45-40. Перестраховалась. Зато быстро. Но зато не 45. Конечно, это важно, может быть. Сейчас начнется какое-то давление. То есть, сейчас напали 13-19, и давление вот на эту шашку. Угу, да, там шашка на 45 плохая. Так. Ага. Так, а вот это уже совсем интересно. Что-то уж очень хладнокровно играет Себастьян. Я думаю, надо... А, подожди, 36-31, что там, 21-27 какой-то есть? Ну, да. Ай-ля-яй-яй, ну, хорошо. Так, ну, надо Себастьяну сейчас, я думаю, продумать минутки две. То есть, сейчас мы грозим напасть. Как-то вот. Ага, ну, это вообще... Это вот всегда, пожалуйста, вот это точно. Так, Дарин, давай. В атаку. Слушай, ну, это мне уже нравится. Да не то слово. Просто отдам все, что можно. Я не знаю, вот 13-19 на 18. А, тогда 29-24 можно. И вот, конечно, вот эта шашка все-таки, вот 44-40. Не, ну, вот плывет по течению Себастьян. Что тут, Алексей, 48-39? Да, укрепляет фланг, конечно. Ну, то есть, сейчас будет нападение, размен. Так, подожди, если она будет до упора нападать, то что тогда... Сколько раз мы хотим так напасть? Наверное, один раз все-таки. Так, Дарина, молодец, начинает быстро ходить. Так, это вообще какой-то подозрительный ход. Почему? Ну, потому что тут, может, какая-то тактика... Тактику какую-то можно подготовить, нет? Нет, не... То есть, тактику-то мы подготовили, но она нехорошая. Слушай, ну, блин, вот сейчас все-таки надо было эту сюда тянуть. Да, конечно, конечно, конечно. Я же сразу одобрил твое предложение. Конечно, нужно укреплять фланг. Как-то Дарина не любит развивать золотую. Помните, в первой партии она проиграла из-за того, что не сделала ход золотой шашкой? Там, колонку не построила. Опять шашка. И в этой партии тоже. Она как бы повела отсталую 46, да? Но в данной позиции вот парадокс, что надо было не отсталую выводить лучше, а золотую. Да, потеряла. Она вот эти ходы, конечно, вроде бы хорошо встала, но не хватает теперь. Теперь нельзя будет напасть 29-23 потомок. Когда он поменяется. Так, ну что, считаем комбинацию. Ну, можно так. У нас и плохая, то можно отбросить и 25-30 зафиксировать. Тут как вариант. Да. А можно сразу? Нет, ну сразу 25-30. Нет, мы тогда на 14-10 пойдем. Нет, отбросит, наверное. Или напасть 15-20, заставить пойти 14-9, тогда 25-30 и 30-35. Ну, не важно. Так, ну вот, да, вот. Насколько бы лучше, если бы шашка 48 уже стояла на... Хотя бы на 43. Да, это было бы достаточно. А еще лучше на 39. Слушай, а если он на 14-10 пойдет, то что тогда делать? Не знаю. А чем он, разве там чем-то грозит? Ну, напасть потом два раза. Ага. Ой-ой-ой. Или можно какой-нибудь ход типа 27-22 тогда пойти, на 4-10. Ага. А тогда комбинация будет 26-31, 16-21, 8-12. Ага. Такой хороший ресурс. Так, вот он и ходит. Угу. Ох уж этот Себастьян. Так, ну что там, комбинация какая-то может быть найдется. Да, что-то мы с тобой тоже этого не видели. А, ну я, смотри, я нашел ресурс, смотри. Я понял. Все-таки дырка на 3 все-таки используется. Нет, вот так как раз плохо, он тогда нападает, и комбинация плохая. Нет, смотри, вот хожу 48-43. Так. Напал, отбился, значит, 10-14, 43-39, нападаешь, да? Да. Я тогда хожу 28-22, потом ты пьешь, потом 39-34, ты пьешь еще, и потом даю, и на 3. Да. Ну и выкрутился, да? То есть, конечно, там не выигрывают белые, но и не проигрывают. 5 отдал, 3 взял. Ну, ничья. Можно и выиграть даже еще. Но главное, это теперь все найти. Потому что если это не найти, то, наверное, просто шашка теряется. Ну, я нашел вот что, смотри, сюда. А если я напал? Тогда сюда. А, ты сразу ту же комбинацию? Нет, и 29-24. Там сразу сейчас она не проходит, может, и 10. А, ага, раз, два, три, четыре, пять. Ну, там ты шесть отдаешь, и три только берешь, да? Ну, да. Там подороже у тебя она получается. Не, ну, можно же твою провести, в крайнем случае. Да, да. Так я поэтому сказал, что ты хочешь мою провести на ход раньше. Ну, да. Ну, да. Ну, даже не надо что-нибудь найти. Время есть, в принципе, комбинация она хорошо видит. Ну, Сейбасим такую вот, как это называется, прагматичную игру показывает. Да, он такой, вот как ты и говорил, такой, цепкий в защите, такой, на контратаке играет. Хотя, конечно, его в какие-нибудь более цепкие руки, он бы тут с такой пассивной игрой, я думаю, был бы наказан. Ну, да, если он с Айнуром четыре партии таких сыграет, у него может голова раскладываться. Вот это я имею в виду. Айнур его просто может придавить. Айнур это умеет. Голова вот, как это, профессора Доуэля. Да, да. Ну, смотрим, что там Дарина. Так, смотрим сюда, да? Ну, да, нужно вот ей вот эту комбинацию найти. Или в моей редакции ее провести, или в твоей. Может, даже в твоей он лучше. Ага, вот так. Ну, так это вот теперь Себастьян проведет комбинацию. То, что мы обсуждали. Ага. И там что-то, что-то там забьем их печально. По-моему. Ну, почему, кстати, печально? То есть, я потом хожу, когда ты ставишь дамку 28-22. Ага. И если я нападаю? Куда нападаешь? Ну, сбили-сбили, он уже там еще. Ну, смотри, ты отраз, два, три, четыре. Три, четыре, сбил три, да. Пошел сюда. Я сбил. Ты ставишь дамку, и я сюда. Гражу поймать. Ага. А если ты отходишь, то я иду себе там дамки. А как ты грозишь поймать? Ты же на 32 шашка мешаешь? Не, ну, у меня вот стоят. А, это нет. Ну, 32 же у тебя шашка будет? Я понял, у меня вот 37 нету шашки, то да. Да, тогда не получается. Ну, вот, Дарина, по такому самому. Ну, смотрите, то есть, нельзя одно отдавать, две бить. Так что, надо садить. А вот не провел. Так. Ну, можно 37-31, наверное. Угу. Вечер перестает быть томным, так говорится. Ну, 37-31, наверное, тогда 14-19, может. Может, то, что он выбрал, даже это тоже хорошо. Так, подожди. А, ну да. Так, Дарин, ну давай тогда надо что-то ходить. Так, а если 43-38, тогда что напал? Мало времени, к сожалению. Он, в принципе, комбинационную идею тоже еще держит в запасе. Так, ну сейчас, ну, нападет. А, ну да. А, ну да. И опять, да, вот стояла бы где-то шашечка хотя бы, ну как-то, или меня не спасло бы все равно. Ну, я что-то думаю, может там ничья будет какая-то все-таки. А, или мне там же сразу все 25-30. Да. Так, о чем он вообще тут думает, непонятно. Непонятно, да. О, спасибо. Почему? По-моему, что-то не видим, наверное. Пошло творчество. Так, ну, я думаю, надо ходить на 27, меняться назад и говорить спасибо большое. Так, Дарим, только давай. Так. Кстати, ну, 29-23 это как-то слишком. Все правильно. Так. Может, Себастьян испугался, что может выиграть? Да, да. У него в таком и не было прописано такое. Так, Марфа там что-то пишет, зачем 21-27. Ну, как говорится. Ну, да, да. Не знаю, есть такое выражение, что даже Марфа видит или нету такого. Так, ну, теперь надо наказать, конечно, бы хотелось, что на 21. Кто тут быстрее прорывается? Ну, 28-22, может быть, вообще. В принципе, если мы вот так вот станем, да, 48-43, и потом это сюда, то черные вообще никуда не пройдут. Ну, там надо, чтобы у нас ходы не закончились. А, знаешь, какой ответ, Алексей, ты видишь в чате? Почему 21-27, а не 14-19? В позиционал пишут. В позиционал. Козиционал. Так, да, Римит, главное тут... Ну, главное не дать зафиксировать себя на 17. Тогда должно все быть хорошо. Так, молодец. За скорость хвалю. Ну, вот эти ходы все-таки, я не знаю, как-то надо было в дамки было идти. Ну, будем сказать, это какая-то профилактика, как в шахматах говорят. Угу. Ну, кстати, вот сейчас 27-22 можно или нет? Да, почему нельзя? Так, а что потом делать? 28-22. Плохо, что наше... Так, сюда, ага. Так. Составляет, видимо, меняться, и тогда 33-29 фиксируешь ей. Ой-ой-ой. Что за ход такой интересный? Что там по оппозиции сюда? Или тут не важна оппозиция? Ничего. Так, ну, ладно, теперь хороший дебют выбрать на... Можно, Алексей, я воспользуюсь тогда помощью друга? Расскажи мне, как в том дебюте черными все-таки играть? Ну, пусть попробуют там на Кава пойти. Там в районе 15-го входа где-то. Я просто думаю, может там без 10-14 это все делать? Можно без 10-14, да. Ну, я так обычно это делаю. То есть там, как получается, 2-8 или как? Ну, да, 2-8, там потом как-то меняются 20-24. Ну, я бы, что это для нее сложно. Можно и не упираться в размен 17-22 на первом ходу. Ага. В конце концов, можно и что-то другое. Может 17-22 на 21, а тамповать? Ага. Так, ну что, с преимуществом в итоге? Ну, да, плюсик. Так, ну, надо играть. Зачем она ничего предлагает, египетская сила? Ну, что? Так, Алексей, ну, давай вот я что-то отмотаю. А ты расскажи тут. Вот анализ включил. Ну, говорят, так можно было. Ну, нападение 14-19, ну, вроде же выиграло. Нет, смотри. Нет? А, вот, кота-хот. Вот так вот, и это что, ничья? Ну, типа того. Ну, если это и ничья, то очень сложно. Ну, я что-то, у меня не верится, что они все это видели оба. Или хотя бы один из них даже. Так, ладно, Алексей, давай тогда развлекать зрителей. Так, вот задание мне дал вам, не знаю, что еще рассказать. Да, кстати, ну, раз уж мне все равно нужно что-то выдумывать, значит, про женский матч мы рассказали, ну, уже в 2021 году, который, дай бог, наступит, в конце января, начале февраля аналогичный матч за звание чемпиона мира уже разыграют мужчины. Действующий чемпион Александр Георгиев будет играть с претендентом Рурман Бонстри и этот матч будет проходить в Нидерландах. Не знаю, весь ли он будет проходить в Индховене или только его первая часть, но в любом случае стартовать он будет в Индховене где-то в последних числах января, насколько я помню. Так что вот даже в такое неспокойное и непонятное карантинное время каким-то образом организаторы смогли, значит, организовать, подготовить и осуществить оба матча за звание чемпионов мира в этом году женский, а в начале следующего года мужской. Вот, так что кое-какие соревнования в шашках проводятся, но, конечно, только такие, очные я имею в виду, но только такие, конечно, где не много участников, а об опенах, о каких-то крупных форумах, конечно, видимо, на ближайшее время, а может и не на ближайшее, придется забыть. Так вот, в частности, ну, наверное, один из самых популярных командных турниров, клубный чемпионат Голландии, его в сентябре, он должен, значит, как всегда был проходить с сентября по февраль, с паузой новогодней, значит, в сентябре все-таки его начали, сыграли два тура, и после этого Голландия тоже ввела, значит, ограничения, карантины и прочее, его отложили с надеждой возобновить, когда ситуация улучшится. Ну, вот буквально неделю назад, после последних решений голландского правительства о том, что пандемия продолжается, значит, голландская федерация шашек, НДП приняла решение отменить сезон клубного чемпионата Голландии 2020-2021 года, и, то есть, все сыгранные матчи аннулируются, а чемпионат отменен, возобновляться он не будет, в общем, этого сезона не будет. Так что вот так. Поэтому всем зрителям призываю, берегите свое здоровье, берегите своих близких, не заболейте этой неприятной болезнью. Так, Алексей, что-то ты уже не в ту степь толкаешь. Да, нет, ну я просто рассказал, что кое-какие соревнования очень проводятся, но, к сожалению, больше чая обвинена. Если ты говоришь, берегите здоровье, чтобы играть в шашки, то я поддерживаю целиком. Так, я открою флакточку тоже. Ну давай глянем, Алексей, вот эту партию. Да. Что тут было, так вот этот ход. Вроде бы все было отлично, до того, как стало все не очень хорошо. Вот этот размер, наверное, плохой. Да нет, почему? Тут все нормально было. Почему плохо? Вот сейчас нужно было 48-43. Ну хорошо, допустим, так. Пошел 43-53. Ну вот зараза идет и нападает. И вот видите, вот две дырки было. Ну вот опять, да. Ну хотя бы тут нет вот этой комбинации. Потому что шашки тут нет. Не, ну хорошо, да, хорошо. Не, ну что, тут немножко другая позиция. Ну давай я думаю, что тут получается. Кстати, оказывается, можно было на эту позицию идти, Алексей. Ну да, то, что я предлагал. Ну да, давайте покажем, что Алексей предлагал. Вот эта комбинация. Ну вот этот Себастьян, вот такой вот тактик, защитился на тактике. Ну ладно. Так, что надо нажать на телевизор. Пошел уже Себастьян. Ну смотрим, надо идти all in. Счет перед вами. 2-1 Себастьян ведет. Так, Дарина задумалась. Вот по первому ходу можно долго думать. Она уже за столом сидит. Меняется. Ну давай посмотрим. Пока повторение второй партии. Ну да, вот 2-8 тут, как и сейчас. Самый модный фон. Ага. Вот. Помощь друга. То, о чем мы говорили. И если на 28, то это на 20-24 сразу. Алексей, у тебя есть много девочек подопечных? Нет, не много. Сейчас ты почувствуешь, чтобы быть таким тренером. Я думаю, ты сразу наберешь их толпу. Так, ну во всяком случае, 2 на 2 размена пока удалось избежать. Да, 2 на 2 размена удалось. 38-32. Вот тут уже нельзя. Значит, 16-21 будет включен. Будет. Будет. Ну вот, вот это вот и есть самая актуальная Себастьян. Да, я покажу, так, сейчас быстренько покажу, как я обыграл Наталью Садовскую, легендарную. Вот на, как раз в последнем туре второго отборочного турнира. Вот, Cyberwoman, легендарная Наталья Садовская. Нет, где 14 я пошел все-таки как-то. Не подрасчитал в этот раз. Наверное, как-то она могла сильнее сыграть. Точно не скажу. Сюда. Ну и вот тут, вокруг вот этой атаки все крутится. Напал я. И нельзя ей, к сожалению, пойти 45-40 сейчас. Из-за комбинации, да? Угу. Угу. Так, ну, давайте одним глазком мы делаем. Так, ну, связал Себастьян, кстати, это уже хорошо. Угу. Ну и что тут, сюда? Нет, не надо торопиться. 11-16 уже. 11-16. Ну вот тут уже она не знает. Я тоже, видишь, не знал. Смотри-ка, как она ходит. Ну, я так понимаю, на 21-27 было бы 37-31 с неприятной угрозой, да? Угу. Поэтому 11-16. Ну что ж, смотрим. Так, а что делать бедному Себастьяну? Наверное, 37-31 пойдет сейчас. Ну, или, может, 34-30. Не знаю. Вот мне не нравится 37-31. Что тогда делать? 7-11. 7-11, да. Угу. А, не давай 38-32. Ну, логично. И потом что? 1-6 и 27-27? Да. Ну, вот у меня примерно так и было, да, Наталья? То есть, так нельзя было есть за комбинацией. Я напал, она пошла сюда. Тут тоже нельзя отыгрывать. Сюда отыграла. Я еще раз напал. И она вот как-то так вот пошла. И тут такой красивый ударчик. Ну, такой, то есть, дебют агрессивный довольно. 37-31 пошел. Ну, давай, Дарина, 7-11 найди, пожалуйста. Так, подожди. А если все-таки 38-32 пойти, там же можно, наверное? Одну за три, за две, за одну. То есть, сюда, если сюда... Ну, я понял, да, твою идею. Ну, да, можно, но... Можно из 1-6, наверное, даже. Да. Можно из 1-6. 38-32 не ходит. Так, если в 1-11, в принципе, напрашивается ход, конечно, ну, 1-6 хуже, потому что, да, уже можно 38-32, наверное. После 1-6 можно и 28-23 нанести там. А, с полупобедой. Она будет бить сюда и на 20 потом. На 20 надо будет бить, там такая отвратительная позиция. Так, ну, грозит вот этот ход все-таки, поэтому все-таки 7-11 там, молодец. Так, ну, смотри, как она, она уже лучше, чем я, играет эту партию. Да, как по нотам играет. Чего у Себастьяна вот в таких позициях есть? Какой-то план, нет. Когда тут надо, пока, если нападает 2 раза, то мы меняемся на 24? Ну, да, конечно, если нападает с поля 29, мы меняемся на 24. Ну, 2 раза, наверное, 3-й, если нападет, то уже на 25. Да. Нет, тут, скорее, в белом нужно все-таки на бортик течь. 34-30. Ну, не хочется, я думаю, Себастьяна туда течь, с учетом того, что достаточно как-то подменяться и все, пройти дальше. Да, согласен, да, он же хочет отсушить. Ну, давай посмотрим на его выражение лица. Так, вот он тут задумался. Ну, слава Богу, все-таки в последний момент удалось мне отстоять права, что тренер может подсказывать между партиями. Потому что как-то Яцек Павлицкий хотел, ну, я и так и не понял, или мы друг друга не поняли, или он серьезно хотел это запретить. Ну, в общем, это можно делать, и, конечно, вот мы видим, да, сейчас уже. Да, вот такая самая взрослая партия из четырех сейчас протекает. Принципиальный дебют, схема. Кстати, смотри, пошел Себастьян 3-4-30, как я предлагал. Ну, видимо, посчитал, что 3-4-29 совсем пассивно. Так, ну, я Дарине сказал, ставь кол и нападай на шашку. Вот такая, примерно, установка там. Да, и ты совершенно прав, да, надо ходить 21-27. Все, что знал, я ей передал. Все, что знал. Все свои знания в этом дебюте. Ну, чтобы чемпионку мира обыграть, хватило, в высоком случае. Она, между прочим, была чемпионкой Польши. Так что, ну, среди мужчин. Ну, или там, я не знаю, она была тогда, когда все 3 первых места девушки заняли. Так что... Ну, да. Так что, в высшем есть надежда, что и Себастьян не устоит тут. Ну, у Дарины тут и других ходов-то нету. Конечно, можно пробовать 10-14, но как-то не слабо. Ну, 14-14 тоже, тоже атернатива. А если я пойду на 25, и она подумала тебя? И потом 39-34? Да, и ко мне. То есть, например, на 3-4. Ну, я понял, я понял. Ну, да, 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 согласен, да. Поэтому уже как раз не ходят, не в дебюте, ай-яй-яй. Ну, не знаю. Но в дебюте вообще 10-14 для этого не ходили, чтобы держать защиту. Ну, посмотрим. Ну, да, вообще, ты прав. Интересно, действительно. Пойти на 25, напасть, да, и 39-34. Вот важно, что шашка на 50. У Белых не сдвинута. Ну, и главное, черным придется, что-то, да, 4-10 сходить, получается. Угу. Ну, это как-то... Ну, это совсем не то, потому что тогда там просто голый фланг остается. Да, вот 10-14 – это такой вот шашки непростая игра. Вроде ход как ход, а неточность очень большая. Ага. Там 3-14-9 сейчас очень-очень-очень хороший ход. Там ведь черные 2 на 2 не могут поменяться, потому что нет преджидательного хода хорошего. Да, не, нельзя же все равно... А, можно, да, ты же 21-27 еще не ставил. Да. Ну, посмотрим, что тут, может, Себастьян что-то дрогнет. Ну, да, может, вот он не поймет, что у него есть хороший план. Ну, сложно, мне кажется, не понять его. Хотя вот то, что он показывал неубедительную игру в прошлой партии. Хотя в итоге получилось, что как будто он что-то знал и план там даже мог выиграть. Так, ну, смотри. Ну, это уже то, что надо. Ну, теперь, кроме 21-27 я просто других ходов не вижу. Вот как ты, Алексей, думаешь, может такое быть, например, да, что вот, вот спрашивают, почему дарим такие хорошие результаты. Ну, вот, может, она как раз вот таких, ну, не как Себастьян, чуть там послабее, может, не на каких-то тренированных, но обыграют за счет того, что она как бы на одной волне с ними. То есть я бы, например, пошел там 21-27, а так, грубо говоря, может быть, еще лучше получилось, как она пошла. Может быть, может быть, да. Так, ну, мы сейчас хотим, наш план пока на ближайшие ходы такой, так, побить и пройти в дамки. Да. Очень удачный ход 34-30, конечно. Ну, давай покажем еще раз. То есть можно было просто напасть, но надо отсюда, и 39-34. И похоже, что надо 4-10. Ну, тогда можно еще раз напасть. Надо 10-15, и что-то там так страшно. У черных ни одной шашки нет. Для защиты пункта 24. Ну что, ну, во всяком случае, сейчас, конечно, можно констатировать, что дебют супер удачный для Дарины. Во всяком случае, быстро ничего не получилось. Это может тоже Себастьяна деморализовать. Кстати, смотри-ка, тут же даже еще может быть, ну, в теории. Ну да, если нападет, там можно на 47-41 пойти. Допустим, так, там побили. И комбинация, да, 21-27. Обязательно нужно есть 50-45 и на палец, а то 47-41. Так, меня. А вот, подожди, вот, наверное, тут можно, да, нажать? А ну, подожди, если я открою. Слушай, ты не поверишь, но я, кажется, на завершение второго ободокомментирования я понял, что можно двигать шашки все-таки. Можно двигать шашки, да. Показываю, значит, так, напали. Напали, и нельзя 45-40. Ну, и так, наверное, тоже, да? Аня, подожди, так, что-то это вообще нету. Прошу прощения, нужна. Идет стандартная комбинация. Вот так. Да, теперь вот так, аня, и с победой. Так, ну, хорошо, смотрим, что тут. 50-45, ну, давай, нападаем, Дарина. Ну, пока план тренера выполнен идеально. Ну, как бы, конечно, тут эти свои 5 копеек она вставила. Ну, да. Так, ну, Дарин, давай, нападай, пожалуйста, не трать время. Какие-то проверяет она непонятные комбинации. А вот Себастьяна придется еще вздумать. Ну, вот эти позиции, конечно, никто из них никогда не играл. Ну, может, Себастьян-то, в принципе, играл что-нибудь такое похожее. Ну, в принципе, когда пассивненько играют, что могут тебя сюда затащить. Ну, не знаю, что тут проверять. То есть, ну, 33-29 какой-то, ну, бьем, бьем в дамки, все по плану. Может, она хочет Боннера проверить? Нет, тут не обязательно, боннерится. Так, ну, нападай. Ну, что, Себастьян сейчас, думаю, ну, зависит от того, как он быстро эту комбинацию заметит, потратит больше или меньше времени. А что, ну, не, ну, просто 47-41-42-37, наверное, совсем плохо, да? Да, там, 24-29 на крайний раз. Да, в подавлях. Так, я прошу прощения. Не совсем не читаю комментарии. Так, что пишет? Так, пишут, что... Кол не проиграется, спрашивают. Что-то с чатом творится. Я даже не могу теперь посмотреть, что было раньше в чате почему-то. Но из того, что я вижу, паникея спрашивает, кол не проиграются. Все спрашивают, кол не проиграются. Бужинский показывает эту комбинацию. То, что... То, что я показывал, там, 28-22-29-24 и сюда. То есть, не самую выгодную. Ну, и все, короче. Комментарии закончились. С того, что я вижу. Нет, надо Дарине играть на окружение, во все углы. Дать ему лезть. Только такой я шанс. Ну, как ты считаешь? Можно заставить человека вылезти в центр? Мне кажется, это сложно. Себастьян пока такого не изъявлял желания. По-моему, ни одной партии я его не видел, чтобы он влез в центр. Поэтому задача окружить его, это сложнее, чем Шварцмана окружить Сейбранца. Друзья, давайте пишите комментарии. Поддержите то, кого болеет. Я думаю, у нас в основном болельщики Дарины. Не знаю, кто тебе, Эдвард Бужинский, может и за Себастьяна болеть. Хотя, вот Дарина мне рассказала такую историю. Когда мы по замечательной книжке Бужинского смотрели уроки. Я говорю, ты знаешь? Там спрашивал, кто такой этот Розенбург, еще. Вот Бужинского она сказала, конечно, знаю. Я говорю, кто это? Она говорит, тренер из Литвы. Я говорю, ничего себе, ты его где-то видел на турнире. Говорит, да. И что он тебе сказал? Он говорит, что я красивая. Так что Бужинский, наверное, тоже точно за Дарину болеет. Да. Эдвард это мог сказать, это похоже на него. Так, ну смотри, находит он этот свой. Находит. Ну да, так что-то он тоже так долго не может других ходов. Не мог поверить, что нету. Так, Дарина, ну давай только, пожалуйста, без, не давать упрощать. Ну что тут, Алексей, как тут по фэн-шуи? Ой, вот я всегда, вот, когда происходит размен две назад, я все время вот не понимаю, как тут лучше. Или на 23 с разменом, или без разменом. И как-то всегда не угадываю. Можно, в принципе, с разменом, когда раз нападут, пойти 10-14, их не дать второй раз напасть. Вот, примерно, как она 10 делает, да? Ну давай, сейчас посмотрим. Ну, конечно, сейчас Себастьян уже, мы уже поняли, что он знает, что надо нападать. Ну, по-другому как-то опасненько. Хотя можно и 24-39 пойти. Можно, да. Ох уж эти... Ох уж эти роботы. Пассивные ребята. Но тут суть в том, что мы можем даже три раза дать напасть. И все равно у нас будет хорошо. Потому что, когда пойдет 48-43, тогда уже выйдем, и размена 39-33 не будет. Шашка уйдет. Так, ну я такой хотел вариант показать. То есть, допустим, так, так. Так. Ну и вот, в принципе, сюда можно пойти. Ну да, поэтому лучше 44-39 в какой-то момент успеть сделать предварительно. Да, но Себастьян, конечно, это тертый калачик. Проверенный миллионом пассивно сыгранных партий. Ну все должны с этого начинать, в принципе. Так, ну пока, Дарина, вообще феноменальна. Ну вот сейчас Себастью нам надо или 44-39 пойти, или 41-37. 41-37? Да. Что, потом 44-39? Да. Да, да. Ну лучше, наверное, конечно, 44-39 сразу. А чем тебе не нравится 41-37? Ну тогда можно 23-28 выскочить, и на 44-39, и поменяться в 28-32. Ну, я думаю, Дарина, такого себе позволит все-таки не может. Ну, главное, 42-37, конечно, сейчас не пойти, потому что тогда-то будет очень пассивно. Ну, а с другой стороны, а если 42-37, и так вот пишет Эдвард Бужинский, что Дарине надо было без размена на 23, тогда нельзя 14-19, за 14-20, и 16-21. Так, что-то я не понял. Давай глянем. А, да, я понял, я понял то, что он говорит. Да, 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 да. Ну вот тактик. Тактик, Эдвард. Да, если нападение, тогда 14-20, 16-21, это какая красивая комбинация. Очень красиво. Если только нет контр-комбинации, то вроде нет. А, не ловится все равно пока. Ловится, наверное, шажка. А движок пока нельзя, пока партию включить. Все равно, довольно логично. Вот не зря я сказал, что я всегда не угадываю с разменом или без разменом. Видите, все-таки лучше было в данной ситуации, наверное, без размен. А если я... Не, ну не пройдет, да, ничего. Ну, похоже, что да. Ну, вот такая красивая идея Эдвард Божинский показал. Так, сройва 37. Ну-ка, смотри. Ну, что, Дарина? Ну, я не понимаю, что же после 23-28 это дело? Так, Дарина, молодец. Так, ну, а все-таки я тоже не понимаю, что если сюда пойти, Алексей, тогда что? А, тогда просто 13-19, ну, тогда 25-20. И сейчас 34-39 пойти? Ну, да. Ну, во-первых, там еще и 28-33 было. Так, ну, давай, ладно, Дарина. Ой-ой-ой, Дарина, что ж ты делаешь? А зачем она так отбирала? А нельзя было 13-19? Боялась? Она часто боялась, как она говорит обычно. Ой-ой-ой. Там 48-42, а 37-27 она как-то успевает. Там нет. Ну, надо идти было на это, надо же выигрывать. Надо. Вот это, конечно, подарок. Так, ну, конечно, мне все еще кончено, но опять вот сидит на застрих, а не нужно, на 24-24. Конечно, конечно, надо было. Ой-ой-ой, ну, теперь, конечно, тяжело будет этого Себастина. Ну, давай, может, 13-19 сейчас как-то. Ну, не знаю, сейчас он может и в классику окна сойти. Конечно, Себастьян выдохнул. Да. Так, ну что, пока что стоим в центре. Шансы есть. 41-37 ход, ну, не сказать, что прям выдающийся. Ну, да, я втянул 36-27. Так, ну, надо все-таки занять, наверное, поле. Ну, да, думаю, все-таки, что не удастся за ними отыграться, как-то на ключевые моменты неправильное решение принимали. Вот так хорошо разыграло, все, и вот просто напасть и сохранить интригу, мне кажется. Ну, давай. Конечно, конечно. То есть, напались сюда, допустим, да? Ну, другого, потому что, если нет, я сам с меня засадим, поменять, уже можно сдаваться. Ну, что, пока что... Нет, ну, нет, ну, тут интрига, да, правильно ты говоришь? Ну, не знаю, там 9-13, 13-18. Ну, конечно. Тут не важно даже, может, объективно, там, у белых тут и не хуже, может, и лучше, но тут интрига какая-то, ну, ладно. Ну, давай глянем, что тут может... В конце концов, уже не важно, проиграла там, или ничья. Да, непонятно, конечно. Так, ну, смотрим, что тут сдвинулись. Как это все произошло? 37-32, у нас, у нас. Там, ну, ешкин, карапуз. Ну, хорошо, все равно, наверное, поприятнее чуть-чуть. Да, чуть-чуть. На капельку там, ну, на 37 шашкой немножко. Не там, была бы она на 42 полная. Ну, что, 8-12, какая-то... Это колонка. 37-31, 11-17. Ну, кстати, белого надо соединиться еще. Ну, это 49-38 или 48. Потому что не любит Дарина колонки строить. Не знаю, вроде же можно было строить сразу. Ну, может, как-то Себастьян зависнет, но он верится с трудом. И там давай глянем, что там будет сегодня. Шварцмана Зиндор можно посмотреть. Я думаю, что на польском канале будет стрим. Вот. В принципе, у меня есть в описании ссылки на этот канал. Так, вот это останавливает, смотрим. 37-31, слушай, ну, это вообще... Ну, теперь шашка 36 как-то вообще зависла. На 28 теперь не дойти. Если 8-12, 3-4-30, можно и 24-29 даже, в принципе. Ну, он не хочет как-то 37-27, 27-27 напасть. Ну, чтобы открыть дорогу, шашка 36. Правда, придется 2 темпа отдать за это. Не, я бы сейчас пошел уже 8-12 сразу. 4-9 не нужный ход. Это шашка 4 гораздо лучше себя чувствует. Мне кажется, может, я не знаю, Дарина, но Себастье, наверное, нервничает сильно. Так, Дарина там делает маникюр, я вижу. Значит, спокойно, как индийский боевой слон. Так, ну, теперь это 8-12 уже пора ходить. Иначе вообще как-то можно достаться тут все. Ты что, скажешь, Алексей, не 9-14? Ну, может быть, есть тоже логика на сближение, идти вдруг, что найдется. В белых слабый фланг, поэтому как бы... Ну да, на 48, тянуть на 38 для начала. Так, вот, 34-30. Ну что, 24-29. И ничего я не угадаю. Так, Дарине тоже надо как-то остановить. Ну, это, конечно, ход слабенький, мне кажется. Так, а что если сейчас напасть, наверное, нельзя, да? Там будет 48-43. 6-31 и сюда. Да, это важная тактика, да. Если бы можно было напасть, то было бы очень хорошо. Ну, тоже непонятно. Напал, я ушел. Так, 3-9, вот. Хотим напасть потом. Мне нужно 48-43, чтобы эту тактику держать. Ну, можно будет еще 6-11 подождать. Ну, перехватывать, это не страшно. Так, ну а что, если сейчас напасть? А, присоска есть. А, присоска есть, да, и там он... Ну, да. Что-то Дарина так начала быстро играть, и непонятно вообще зачем. Не, ну можно, конечно, вот как-то сюда пытаться. Ну, это уже тоже не то, что нужно. Ну, да, кровно-кровный Себастьян как-то подровнял очень быстренько. Ну, Дарина тоже, конечно, такие позиции надо с опытом приходит только. Ну, да, вот эта переброска шашки 4, такая нужная, она была как-то на другом фланге активизироваться. Она много времени потеряла, и он успел подойти. Кстати, что делать-то сейчас? Может быть, кстати, 8-12 и 6-11, может быть, там и как-то выиграем случайно? Как это закололочить? Еще, да? Как, 6-11, 6-11, что делать-то? А, что угодно, там 48-42, куда-нибудь, там же столько зерных ходов. Нет? Ну, какая-нибудь жарка может найдется. Может, это найдется, но, наверное, только на ничьем. Вот сейчас вопрос, не, смотри, быстро пошел. Да, тут такая позиция, да, могут какие-то жертвы, тут, может, тут нужно... Подниматель за оба цвета. Вот так сыграть и... Так, как бы, чисто на грозу, как у Белых два угла, и все хорошо, но вот эти вот выходы на 29 с последующими жертвами могут перевернуть оценку. То есть я думаю, надо сразу сейчас выйти, наверное, потом идти сюда. Ну, потому что у него появляется... Нет, ну, это, наверное, не ход, потому что... Хотя, почему нет? Почему не ход? Ну, можно про этот ход думать. Ну, там Мэншпиль хотя бы будет. Так, с враговством срочно... А, в эту сторону? В эту сторону, уверенно, ходит. Но теперь с эти 24-29 обязательно, и потом жертва. Да, жертва тут как-то намечается. Стоп. А что же он тут? Ну, там 36-31, зараза, находится. То есть, когда жертва, 25-20 будет присоскал. Ага. Да. Да. Да, когда ход в ход... Подожди, подожди, можно ж пожертвовать будет, сюда пойти. А, или он просто разменяется. Нет, нет, понимаешь, вот ход в ход, вот если бы сейчас был бы... Не-не, ничего бы не получилось. Нет, если бы сейчас белые должны были бы сделать два хода, то у них плохо. Вот если шашку 35 на 30 перестать, и ход белых, то черной жертвы этой присоски уже нет. Ну, понимаешь, да? Ну, да, конечно, если эти два хода. А вот когда шашка еще на 35, то 36-31, и после жертвы есть присоска 25-20. То есть сейчас будет 36-31, 27, да? И 35-30 опасно. Что-то кидать черным шашку. И, кстати, 35-30 опасно там, да? Сюда, сюда. С 35-30, мой суда, бой. И что? И шашка. И 19-24. Ну, нападаю. 13-19, 14-20. Там, как минимум, есть комбинация, там потом контр-комбинация, и 26 бьет на 8, там, после всех перипетий. Да. Угу. Ну, пошла уже такая заруба тактическая. Да, но тут только белые рискуют выиграть уже. Ага. То есть надо идти вот на этот вариант, давай за ним тут. Ну, как оно? Ну, там, по-моему, там нет спасения, мне кажется. Ну, напал, да. Ну. Так, напал. 28-23. А, подожди, тут же мой... Стоп, 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 можно же 17-22 дешевле проводить. Ну, кстати, там же тоже есть... А, ну, там тоже контр-комбинация. Ну, да, вот. А, подожди, нет темпа, нет, нет, как подождать. А, как подождать, нет темпа. А темпа-то нет, а темпа-то нет. Так, так и что делать? Может, там и ничего нету? То есть... Пошла уже сюда. Уже сыграно. О, так, давай, даримас... Ой-ой-ой, куда она пошла? Ой-ой-ой. Нет, подожди, так вот. Что, 13-19 она пошла? А, не, подожди, это в моем анализе. Вот, смотрим. Ну, надо входить, конечно, на 24. Но просто дело в том, что у него есть все такой вот ход очень сильный. Есть. Согласен с тобой. Слушай, а мы с тобой, знаешь, что мы с тобой не видим, тоже комбинация. То есть, если... Вот тут у него же комбинация есть такая. Есть, согласен. Не видим. Не видим. Бывает. Эх, печаль, беда. Подожди, а если тут? А, тут все равно же. Ну, присоска та же самая. Ну, а тут, получается, прорезь, да? Да. Тут, конечно, да. Они не видели, да. Да. Ну, смотрим тогда, что Дарина придумает. Так, сейчас пока порвано, Сашик. Угу. Ну, можно, конечно, СМАЗ-22 как-то отдать. Угу. Может, там какая-то ничья будет, ну... Нет, ну, факт то, что 29-34, вот, в свете вот этой комбинации, которую ты нашел, видимо, 29-34, поэтому проигрывает однозначно. Ну, может, надо пойти на это все-таки, а вдруг не найдет. С другом Асанса на победу не видно вообще. Я думаю, что он так и пойдет. Да, ну, найдет на этот Эншке без двух, получается, да? Да, ну, это что-то вообще не то, что надо было. Ну, наверное, это трое грана. Как-то белые там попрячут свои шашки по бортикам. Не, ну, главное, нам же ничего не устраивает. Все-таки, мне кажется, надо было попадаться на эту комбинацию уже, если проигрывать, то красиво. У Марфа пишет, что Себастьян versus Айнур в полуфинале. Угу. Или в этом? Не полуфинал, а так это... Одна четвертая. Марфа что-то спешит, мне кажется. Все может быть, тем более, в интернете. Марфа пишет, что 24-29, возьми стейк. Ты не знаешь, кто это Марфа, героически? Не знаю, не знаю, не знаю. Давай глянем. Литл Гелл пишет. Вон, и любимые игроки, Гетманский, Дрейм, то есть Фред, Камила какая-то, Шварцман. Алексей, ну я что-то тебя тут не вижу в списке любимых. Ну что ж, что ж делать? Делаю вывод, что это любитель какой-то, так это не то, что нас интересует. Так, ну дамку пока ставить нельзя, вроде бы. Так. Ну тут уже мы просто наслаждаемся игрой. Ну что, позиция, наверное, ничейная, как ни странно. Сейчас, если белые ходят на 27, а куда им ходить тогда? Можно даже 24-29 нанести. Э, 17-22, то есть я имел в виду. Так я побью тогда вот так. А, и так. Я тоже так думал сначала. Прошу прощения, да, что-то я уже, да, подустал. Ну да. По-моему, можно на 1, все просто так. 3-2, 27. Можно на 36 пойти. Так, ну, 27-21, по-моему, проигрывает. Я больше я пока ничего посчитать не... Вот, нет, так. Кстати, 50 секунд поставил дамку. А, ну просто поставил дамку. Так, ушли пока. Боремся. Так, бьем. Ну, форсирует ничью, как обычно, то есть... А, 2 надо бить. Что-то я думал, надо на 17. Ну, ничья получается, да? Ну, все равно ничья, наверное, да, но... Так, белые предложили ничью, а черные отклонили. Ну, наконец-то поняла, что нужно выигрывать. Да, обидное, конечно, поражение. Жаль, что вот в первой партии так проиграл. И тут, конечно, градус матча мог бы быть гораздо выше. Ну, давайте посмотрим. Вот, ни в чем не, как бы, предвещающая беду позиции. Вот, просто можно было 48 сюда ввести. Да. Тут растерялось. Что, тут уже все? Не, смотри, как тут тоже говорит. А, вот проигрыш. А можно было сюда? Сюда? Так, ну, давай, Алексей, тут найди ничью. Я сейчас отвечу, Дарина. Найди ничью. Да. А, тут предлагает, что ли, программа пожертвует шашку? 32, 27, да? Вместо 48, 42. А, да, пожертвовать шашку можно было вместо хода 48, 42. Пожертвовать 32, 27, потом на 32, и потом напасть на 28. И еще была ничья. Чуть-чуть. Да. Но найти это, конечно, было нелегко. Там у Дарины, по-моему, было времени уже очень мало, и фактор неожиданности, конечно. Все вроде шел к ничьей, и вдруг такие проблемы возникли. Да. Ну вот, ушел Иван, поэтому в любом случае надо нам его дождаться, чтобы завершить нашу трансляцию. Ждем, когда вернется Иван. Я тоже, с вашего разрешения, буквально на 2 минуты покину свой боевой пост и вернусь. Алексей. Да, Иван, я тоже тогда на 2 минуты буквально отойду. Ну давай. Так, и что тут? Все, компьютер передумал, говорит. А, 32, 27, вот, была ничья. Ну, это, конечно, уже какая-то космическая, то есть. Так, так. Ну, видимо, если 9,13, то мы идем просто в дамки. А если так, тоже идем. Ну, и тут нету выигрыша. Нету выигрыша тут. Ну, это тоже, конечно, тут даже не верится в это, что нет выигрыша. Ну, конечно, зачем до этого доводить, когда можно было спокойно вот тут вот сделать простую ничью. Так, ну давайте тогда еще раз посмотрим. Значит, у нас сегодня я уже, к сожалению, вот этот суперинтересный матч не буду стримить. Давайте комментарии почитаем. 29 человек на слугу. Себастьян защитника атакует хуже, потому и надо было дать ему лезть. Ва-банк так ва-банк. Мне кажется, Дарина сегодня была не в своей форме, перегорела. Да нет, Дарина... Да нет, Дарина... Да нет, Дарина... Я в эфире. Алексей пишет, Дарина была не в своей форме, перегорела. Что ты можешь на это сказать? Ну, в первой партии, безусловно, да. В первой партии она на ровном месте сотворила проигрыш. Ты понял, Алексей, да? Да, ничья, видимо, была, да. Вот в этот момент, когда она за четыре пожертвует шашку, да. Ну, это, конечно, компьютерная ничья. Да, да. Я это и сказал зрителям, что это, конечно, было практически невозможно. Вот. Ну, Дарина, мне кажется, играла очень хорошо, вот кроме вот этого хода. То есть, кроме вот этого хода... И Себастьян так, знаешь, еще пошел тоже на уверенности. Можно же было как-то, ну, как-то сюда, как-то там что-то погиб, что как-то... Ну, на уверенности тоже, ну, как-то... Не знаю, ну... Минута десять была, вот тут, конечно, надо было подумать. Она говорит, что-то прочиталось. Не пойму даже, где тут можно было прочитать. Ну, видишь, вот простого... Вот я по себе знаю. Как бы сложное видишь, простое не видишь. И провериваешь. Что можно, Алексей, сделать? Мне только приходит в мысль поехать в храм Шаолине провести там 30 дней в медитации безумолдной. По-другому я не вижу. Ну, действительно, у тебя не тут не бывало такого, что ты вот простого не видишь просто, вот как тут? Ну, бывало, конечно, бывало. У всех бывало, я думаю. Да, и если со временем не можешь этому решить, в принципе, мне кажется, что все карьеру и заканчивают, когда... Ну, точнее, логично ее заканчивать, когда я, в принципе, так и сделал. И он уже когда учился, так плотно поехал на финал. И вот примерно так Яникееву и Кирзнур проиграл и понял, что, ну, как бы, такие шашки мне не нужны. Ну, да, это я понимаю тебя, да. Так, друзья, значит, спасибо, что смотрели. К сожалению, Дарина... Так, ну, давай вот тут глянем. К сожалению, Дарина вылетает. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы она на Айнура вышла. Был бы такой шанс сыграть с таким сильным игроком. Конечно, Айнура шансов, ну, я не знаю, там, может, процентов 5. Что Айнур заснет во время матча, его никто не разбудит или как-то так, там, пропустит какую-то тактику. Два раза как минимум, потому что одного, может быть, недостаточно. Ну, у нас, значит, смотрите. Шварцман и Зидор сегодня в 21.00 по Киеву. Это уже, в принципе, через час можно смотреть. Я думаю, все знают, да, вот тут. Ага, вот лучше всего, наверное, вот тут, да, нажать. Раунд 1. И вот Live. Вот тут нажать на Лидравц. Мы на нас на Шварцман ТВ выкидывает. Ну, будем смотреть. Алексей, ты как шансы оцениваешь? Если, конечно, Азиндон будет играть так по-пижонски, как он играл в квалификации, там, не выигрывая с лишней шашкой, торопиться, то, конечно, шансов у него нет. Но я думаю, что он соберется. Тем более, что он же попал в эти стыковые матчи, насколько я понимаю, в связи с тем, что одного участника дисквалифицировали. Ну, не одного там, а нескольких. Ну, нескольких, да. Ну, то есть, как бы он не попал уже, но потом как бы попал. И поэтому, как мы знаем, тот, кто попадает в последний момент, ему, как говорится, сопутствует удача, он как-то мобилизуется. Вот, поэтому думаю, что пижонство он свое как-то уменьшит. Меньшит и матч будет интересным. Может быть, он пижонил, когда вот с Дариной играл. Да, да. А со Швакцманом все-таки как-то пижонить не структуру. Потому что я так иногда смотрел, как Сандорн играет на Лидрансе, ну, когда они не турниры, а просто он хорошо, он быстрая реакция, быстро соображает, поэтому все может быть. То есть, конечно, как бы, Фарсман фаворит, но так я бы оценил, там, около 60 на 40, или даже 55 на 45, не больше, в пользу Швакцман. Если дойдет до 3 плюс 2, то, конечно, уже, может, даже Эйзендорн будет фаворитом. Да. Что-то хотел я какую-то историю рассказать, но забыл уже. Так. Ну что тогда, друзья, я не знаю, я, наверное, все-таки завтра не буду стримить этот выдающийся матч Бонго Гетманский. Желаю удачи Гетманскому, просто чтобы с ним больше хочется сыграть. А, ты на тебя победитель этого матча, да? Да. Ага, то есть там твой соперник определяется. Понятно. Определяется мой соперник. Ну, конечно, я тоже свои шансы сильно высоко не оцениваю. Ну, так поиграю. Правда, тут из-за того, что играем с камерами, я так понимаю, я не смогу свою музыку слушать. Она мне дает очень много, плюс морали. Так что, короче, любителей не любят, скажем так. Ну, с другой стороны, я понимаю, что если я буду с музыкой, да, это будет прецедент, и, ну, другие, как бы, участники могут злоупотреблять этим в будущем, чтобы как-то в музыку вставлять подсказки. Типа, осторожная комбинация, только не на 23. Вот. Ну, я, может быть, музыку без слов, я вот не знаю, может, здороваемся, что-нибудь придумаю. Но это для меня, честно, большой удар. Я вот так вот, я сердцем играю. Вот удалось мне на втором турнире найти это настроение. И это только благодаря музыке, там, хорошему общению тоже. Вайбере меня поддерживали. Все это теперь будет недоступно. Ну, не знаю, попробуй тогда настроением, простите, дети, обдолбаться перед матчем, вот. Ну, тогда, друзья, значит, всех, кто хочет этот увлекательный матч смотреть, направляю на канал, вот, в Артсабы. Думаю, там матч будет стримить. А мы тогда уже с вами увидимся. Юрий Аникеев будет мой матч, вот, стримить против Гетманского. Это будет 19-го числа. Ну, мы раньше увидимся. Мы увидимся 16-го. Ну, я сделаю анонс. И на матче Садовская в Танце Кужина. Кстати, Алексей, ну, давай экспресс-прогноз. Как ты оцениваешь матч? Будет борьба, не будет? Кто фаворит? Ну, я же написал такую маленькую статью на сайте Ивана Трофимова. Я, как бы, остаюсь при своем мнении, что прогноз я никакой давать не буду. Путь победит сильнейший. Я считаю, значит, кто лучше подготовился, кто лучше, продуктивнее провел карантин, та, наверное, и будет фаворитом. А кто это, я не знаю. Поэтому узнаем 29-го декабря. Или раньше. Надеюсь, что не раньше. А вот пусть 29-го декабря. Пусть не раньше. Пусть только 29-го это станет известно. А чемпиона турнира Шоголева 30-го узнаем. Все. Кстати, турнир вот этот, который мы сегодня комментировали, турнир на призы президентов для Шоголева. Почему он заканчивается 30-го декабря? Потому что 30-го декабря Шоголеву Вячеславу Ивановичу исполнится ровно 80 лет. Поэтому турнир закончится в день его рождения. Да. По-моему, около 2000 евро собрано. Взносом. И все, по-моему, ему пойдут на достойную старость чемпиона мира, скажем так. Что-то хотел... А, Алексей, каких президентов этот турнир вот? Ты можешь мне объяснить? Президентов МЖД. То есть там как бы... Президентов? С фонсорами этого турнира были, значит, президенты МЖД. Ну кто это, значит? Наверное, Оттон, Ван Бек. То есть президенты... И теперь уже президент, Ян Мяги. Вот, наверное, вот эти три. Ну, хорошие у нас президенты в любом случае получается. Так, друзья, тогда будем заканчивать. Спасибо всем, что смотрели. Сейчас я еще раз обновлю, прочитаю, если есть комментарии. Комментариев новых нету. Эдварда Бужинского рады видеть на стриме. Красивую комбинацию он показал. Болел за Дарину, как я понял. Будем отрабатывать, Эдвард, вашу тактику. Окружать таких игроков, как Себастьян. Вот. Ну а всем спасибо. До новых встреч тогда. Алексей, тебе тоже спасибо. Спасибо, что позвали. Надеюсь, что зрителям было интересно. До свидания.